Всем добрый вечер. Итак, для начала, зачем мы приступим работать, общаться? Хочу, чтобы вы поставили пятерочки. Мы сейчас проверим связь, что меня очень хорошо слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, напишите, с какого вы города. Обязательно это очень интересно знать, потому что кругозор нашей географии очень большой. Охватывает искусство, охватывает очень много людей. Будет очень приятно узнать, откуда мы все с вами сегодня здесь собрались. Пятерочки пошли. Отлично. Я рад вас приветствовать, друзья. Мое имя Дмитрий Руденский. Мне сегодня будет помогать Лёля. Привет. Прошу её любить и жаловать. И что я хочу вам сказать самое главное. Я работаю с той массой, которую давно искал. Я занимаюсь скульптурой с 2003 года, как окончил художественное училище имени Грекова. Ещё я окончил институт художественно-графический. Но занимаюсь я скульптурой с 2003 года. Для меня было это очень интересно, когда я нашёл для себя массу. В 2007 году я нашёл массу, которую давно мечтал работать. Я знаю, что очень многие уже познакомились с этим материалом. Прекрасно знаете его свойства, технику, как его применять, где применяется. Это очень важно, потому что на тот момент, когда я был знаком, владело очень мало мастеров. Ну, грубо говоря, по России, по всей России, если так взять, ну, человек, наверное, 40 владели, знали техники, но секреты никто не раскрывал. Потому что сами понимаете, что это очень необычно, эти работы очень необычные, потому что вы можете зайти на мою страничку ВКонтакте, увидеть мои работы. Вы можете зайти на страничку также ко мне и посмотреть, какие замечательные, прекрасные работы сейчас делают ученики мои. Большое, кстати, спасибо, кто присылает работы. Это очень-очень приятно видеть такие работы. Это как результат того, что я преподаю, я показываю, открываю, какие секреты. И это очень важно. И получается. Да, и для тех, кто с нами сегодня впервые, большое спасибо, что вы с нами. Большое спасибо, что вы не пошли смотреть фильмы, там еще что-то, отвлеклись. На сегодняшний наш вебинар я сегодня хочу вам принести тоже одну очень интересную тему. Она будет, кстати, очень актуальна. Вот, в общем, всем большое спасибо, что вы с нами. Вот, и я думаю, сейчас будем приступать, так как много разговоров, но нужно нам работать. Ему хочется приступать, а я пока расскажу Диме. Дима, ну тут вообще в чарпинг. Надо рассчитывать. Камеру. Да, давай, камеру на ручке. Давайте мы камеру спустим немножко, и я почитаю обратную связь. Я еще хотел бы Александру большое спасибо сказать. Александр, мы читаем ваши стихи, они очень прекрасны. Вы нас всегда, всегда, вы с нами в нашей студии «Середний лебедь». Очень приятно читать и ваше творчество стиха, поэзию. Спасибо большое. Да, да, спасибо огромное, Александр. Ой, Лёля, как замечательно, ты уже без вас и ломба. Ирочка нам пишет, Елена пишет, что свечение в центре лебедя убрали. Нет, Лена, это просто, да, действительно камера не передает. Так вот, Димочка, читаю географию. Белгород, Италия, Новороссийск, Макеевка, Прага, Белоруссия, Дербент, Нижний Новгород, Екатеринбург, Астана, Азербайджан, набережные Челны, Уфа, Болгария, Усинск, Сургут, Москва, Дербент, Херсон, Яшкаралы, Иркутск, Молдова, Краснодар. Друзья, не перечитать, Львов, Матвейр Курган, Дима. Это вся наша планета. Это вся наша планета. Планета, да, 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 вся планета. Старый сокол вот к нам. Ребята, спасибо вам, Израиль, пожалуйста, Сургут. Друзья, спасибо вам огромное. Всем вам большое спасибо. Очень большое спасибо. Ну что, начинаем. Архангельск. О, и Ростов-на-Дону. Золечка нажимаешь. Так, друзья, так как тема у нас сегодня обозначена, бочонок, и она к тому же очень актуальная получилась, потому что я на днях заболел заранее, извиняюсь, если бухтой кашляет. Вот. Вчера лежал с температурой, и у меня в голову пришла такая мысль, что и действительно, когда человек болеет, мы заболели, что нужно пить? Горячий чай, лимон и мед. Вот самые такие очень полезные средства, средства от болезни. И сегодня я хочу сделать, эта тема очень актуальна, сделать, мы сделаем бочонок меда с вами, вот, сделаем, может, подарок, и неважно, главное, чтобы никто не болел, и чтобы вы сделаете подарок у своего динара, подарите друзьям, родственникам, близким, скажите, вот, не болейте, и, пожалуйста, вот такой вот будет мед, то есть бочонок меда. Почему? Ну, нужно, конечно, и обычный стеклянный, но я вчера лежал с высокой температурой и думал, как же классно будет сделать, когда мы видим бочонок меда, когда он такой классный, как в мультиках, как в сказке. И сразу стало намного светлее и легче, потому что я знаю, да, что я завтра дам вебинар, где мы сделаем с вами сказочный бочонок. Итак, друзья, у меня здесь масса, то есть эту массу я заранее приготовил, развел я ее очень, так сказать, густо, потому что если мы ее с вами сделаем очень вязко, будет очень мягко, когда мы будем наклеивать ее на стекло, на банку, она просто у нас будет слазить и будет неудобно. Поэтому чем гуще мы ее разводим, тем лучше. Что за банка у нас, Дима? У нас стеклянная баночка, сколько, 300 граммовая. Ага, 300 граммовая. Вот, стеклянная баночка, обычная. Сегодня зашел в магазин, взял баночку огурцы. Отличная баночка огурцы, я даже попробовал, немножечко съел. Вкусные, правда? Да, решился побаловать. Очень вкусные огурчики были, но мы из огурчиков сделаем мед. Нам не нужно сдирать там наклеечку? Наклеечку нам не нужно сдирать, то есть баночку стеклянную я ничем не подготавливаю, не обрабатываю, просто сполоснул, запах огурчиков мне больше не тревожил и даже оставляю эту наклеечку бумажную, она нам не помешает. Дальше, насчет плотности массы, так чтобы она у нас сильно не растягивалась, то есть вот видите, я на кончик краешка размотал, она у меня начинает чуть-чуть растягиваться и это нормально, это достаточно. Теперь, что нам понадобится? Так, массу сразу в пакет убираем, чтобы она у нас быстро не застыла, нам понадобится, я использую инструменты обычно, вот это мой такой набор скальпеля, потому что очень удобно, и от кисточек, хвостики, ручки, вот, и от кисточек вот такие инструменты, то есть, ну, вы можете использовать любой подходящий инструмент, который вам понадобится, которому вам удобно работать. Итак, что мы делаем? Мы раскатываем наши любимые колбаски. Вы как раз и знаете, что у вас, в основном, такие наши интересные композиции получаются из колбасок. И что? Колбаска эта все не закончится? Нам самое главное, вот что нужно учесть. Крышку мы закрываем, потому что у нас бочонок, чтобы у нас... Можно было пользоваться. Да, можно было пользоваться. Вот. Нам сейчас главная задача, нам нужно сделать форму чуть-чуть ее пузатую, вот, чтобы у нас она форма такую, почем начала, пузатую сделать форму. Так как у нас баночка имеет свой рельеф, вот, свой профиль, нам нужно сейчас закрыть, то есть, все эти места, впадину, которую здесь у меня, мы ее сейчас закрываем, и то есть, и чуть-чуть набираем наши массы. Набираю я тоже всегда массы. То есть, я смотрю, что у меня хватает размера. Дальше. Я беру клей, обычный клей ПВА. Давайте банку покажем. Да. Вот такая маночка у нас. Лакра люкс мебельный клей. Клей ПВА обычный. Это мой самый любимый клей, и я им работаю и рекомендую, потому что это клей, который себя очень хорошо зарекомендовал. Теперь. Александр пишет, маловато будет такая баночка на весь чат, меда не хватит. Александр, приезжайте в гости. Александр из Нью-Йорка, по-моему. Александр, приезжайте в гости. Будет мед, да. Как по самим доводим. Будет мед. Что теперь я делаю? Вот эту выемку, где у нас была, я ее просто накладываю в нашу массу. Вот у меня здесь немножко осталось. Я ее чуть-чуть дальше подщупываю. Так, чтобы от начала, от начала, где она заканчивается, и начинаю ее туда подсчитывать. Так, чтобы у нас прикрыло примерно до кончика нашей крышки. Ну, чтобы крышку, да, было потом? Да, чтобы мы крышку могли потом снять, и чтобы она у нас снималась. Когда мы ее начинаем подминать, у нас получается край вот этот чуть оттягивается. Потому что мы его приминаем, прищипываем. Вот этот лишнее. Ну, масса лишней не бывает, потому что это такой материал, его даже жалко выкидывать. Да, согласна. Я всегда, когда у меня остается какой-нибудь кусочек, вот, я отдаю девчонкам из серебряного лепестка. И мы медитируем, друзья. Да, берем эту массу, девочки берут эту массу, начинают медитировать. Я не знаю, как она-то влияет, но так. Вот, я к ней уже очень сильно привык. Но, насколько я читаю отзывы, мне пишут в ВКонтакте, что очень нравится работать с этой массой, просто это отдельная медитация. То есть, вот так вот я ее сейчас подщипал. Получается, я закрыл нашу вот эту большую впадину и оставил место для крышки, чтобы она у нас вот так вот хорошо и удобно снималась. И еще раз напоминаю, я развел ее чуть гуще, так, чтобы она у меня не сползала. Потому что я сегодня подготавливал материал к работе, и часто, когда материал к работе подготавливаю, пробую, пробую, как будет получаться все. Потому что я держу идею в голове, ну, надо ее показать, примерно представить для себя, понять, с чем я столкнусь, с какими проблемами. Я заметил, что если чуть-чуть она будет жидко, она просто сползет, поэтому заводите ее чуть-чуть погуще. То есть, в каждом, в таком простом моменте, как облепить баночку, да, скрыть, как детали, да, вот самой баночки, даже здесь есть определенные моменты, которые нужно прожить, да, сделать вот... Нужно, да, это... Опыт нужен, да? Опыт, нужен опыт, ну, самое главное не то, что опыт. Я заметил, что, конечно, учиться лучше на чужих ошибках, на живем и на своем, но вообще такая скульптура и такая техника, техника производства, лепки, она всегда требует именно своих ошибок, потому что, когда я учился массу замешивать, у меня знаешь, сколько времени получилось? Сколько? У меня получалось, у меня с первого раза никогда не получалось массу замесить, потому что я то так сделаю больше ингредиентов, то меньше, и нервничал, почему? Потому что у друзей получалось, у меня почему-то не получалось. Обалдеть. Так, нам, значит, Александр пишет, что он из Сиэтла, США. Ольга Васенина, надеюсь, правильно прочла фамилию. В прошлый раз вы работали со столярным моментом, а сейчас вот с этим вот клей ПВА. Есть разница в клее? Ну, на самом деле, вот этот клей чуть-чуть уступает, вернее, столярный клей чуть-чуть уступает луксу. Там разница как бы не особо значительная, но немного есть, так что все-таки люкс, он все-таки люкс. Ну, это все-таки люкс. Люкс. А тут вот сейчас пишут, девочки пишут, что массу очень трудно замешивать, то они пластичные, то быстро умирают, что мучаются подбирать пропорции. Друзья, именно в этом и состоит суть, именно в этом и состоит суть вот этой массы, что она настолько, ну, то есть, когда вы научитесь ее правильность, да? С ней нужно немножечко подружиться. Подружиться, да. Дорогие друзья, ну, если вдруг что-то, вы начинаете нервничать, что-то не получается, я всегда рад ответить на любые вопросы. Вы просто найдите меня ВКонтакте, задайте вопрос, мы с вами разберем материалы, разберем, что, как причины, вот. Потому что мне писали, и не один раз, что вот не получается, присылают фотографии, ну, того, что получается. Я говорю, что вот нужно сделать так, нужно сделать так, там. Да, Дима очень много общается, очень много времени у Димы уходит на, именно на общение с вами ВКонтакте, да, где вы переписываетесь, очень много. Вы не представляете, он постоянно там сидит, и ему даже позвонить невозможно, потому что у него постоянно занят телефон, он постоянно отвечает. Я еще работаю. Да, и плюс еще он работает, у него есть основная, как бы основной вид деятельности, он делает потрясающие скульптуры, а он, они строят там парки. Мы сейчас делаем в парке, садово-парковые скульптуры. Да, да. Это про меня Людмила пишет. Ну, не знаю, что про меня, наверное, трудно ей замешать, возможно, или она, может быть, тоже общается очень много с людьми в интернете, но что-то, видимо, тоже про нее. Мы здесь все похожи, друзья. Вы не отчаиваетесь, нет, все получится, только главное мне напишите, опишите свою причину, и то есть весь процесс, какие материалы, что вы используете, я все расскажу, подскажу. Потому что кто ко мне обращался, я абсолютно всем помог. Надеюсь, что помог, ну, по крайней мере… Ну, вы видели эти произведения искусства, в общем-то, уже, то есть мы видели эти работы, которые получили. Все получаются, главное, не переживайте. Здесь просто смазся, нужно, по крайней мере, там, один день какой-то будет, может что-то не получаться, потом все обязательно получится. Потом все получится, да. Так, мы продолжаем нашу баночку делать в форму, чуть-чуть поченочком полукруглую, это очень важно. Ирина пишет, что не может найти группу Димы. Ирочка, у него нет группы у Димы, у Димы есть личная страница. Дмитрий Руденский, ВКонтакте. ВКонтакте. Я, к сожалению, не успеваю ни в группах сидеть, я просто не могу, потому что я отвечаю только ВКонтакте, у меня есть основная работа, которую я не могу отвлекаться, ну, я отвлекаюсь всегда, я всегда общаюсь, как можно скорее, как можно скорее, я услышал звоночек, у меня завибрировал телефон, я сразу бегу и смотрю так, надо срочно помочь, надо срочно помочь, помогаю всем обязательно, я расскажу, расскажу, помогаю. Пишите Светлане Диме в личку, я думаю, что там все у вас будет хорошо, все решится. Пишите, не только что по каким-то проблемам, потому что у многих получается очень сразу, мне присылают работы, великолепные работы, еще раз хочу вам напомнить, чтобы вы зашли, посмотрели, какие работы замечательные присылают авторы своих работ. Дима мне сегодня показал, девочки, мальчики, значит, показал мне работу, говорит, смотри, что мне прислали, а я смотрю, там, знаете, такое ощущение, что цветочки из фоамирана настолько тоненько, ну, я думала, что они из ткани, правда, я смотрю, говорю, ой, глянь, какой фоамиран классный, он говорит, да нет, Лёль, ну, это же из моей массы, я говорю, да, ну, ладно, не может быть, в общем, друзья мои, настолько тоненько девочка сделала, Дим, не помнишь, как и нам, кто прислал вот это, не помню? Нет, она у меня сейчас на стене, последняя работа на стене, потому что мы прислали, шкатулка, и она вся цветочная, вся цель так, шкатулка, вся цель так, весна, весенняя шкатулочка. Так, друзья, мы продолжаем закрывать нашу баночку, к стеклу она прилипает, просто великолепно. Время жизни моей массы, на данный момент, которую я завожу, составляет минимум 2 часа. Максимум, если она до 3 доживет, когда она в пакете, она может дожить и до 3 часов. Это смотря, если очень пусто завести, она может, ну, полтора часа, два часа точно можно работать. Вот эта масса, она на следующий день, ну, хотя она спустя уже 4 часа, она уже будет каменной, ну, её можно будет снять, но с усилиями, на следующий день её уже практически будет снять, невозможно. Есть, конечно, такие материалы, которые можно работать и сутки. Вот. Кому интересно будет, кто захочет сутки работать, напишите мне, у кого есть мастер-класс, у кого есть. Там, кстати, в списках материалов, вон, это присутствует, все компоненты. Так что есть материал, который можно работать сутки. А полдень? Но, единственный его минус, он сохнет трое суток. А, ну да. Это долго, да. Это долго, так как у меня, допустим, большие объёмы с этой массы на стенах, на потолках. Для меня, конечно, можно, чем быстрее она застынет, я там уже, рука набита, тем лучше. Димочка, я вот тут нужно прокомментировать. В чате пошёл спор, значит, про рецепт массы. Владимир Бабич спрашивает этот рецепт. Владимир, у Димы есть мастер-класс. Сегодня он его будет презентовать. Через какое-то время вы услышите, увидите этот мастер-класс. Это платный продукт. Он будет на баннере размещен. Значит, девочки начали спорить. У кого-то получается, у кого-то не получается. Кто-то хочет точный рецепт массы. Друзья мои, я могу сказать одно. Судя по обратной связи, у 80% людей, которые начали пользоваться этой массой, у них получилось. У кого-то не получается. Здесь не вопрос в том, хорошо это или плохо. Дима всегда готов помочь. Он всегда на связи. Если что-то не получается, то судя по тому, что у 80% людей получилось, мы делаем вывод, что все-таки Дима дал знание правильно, хорошо, да? То есть, ну, большая часть людей все-таки смогли это сделать. Я добавлю. Дело в том, что компоненты я подал в большой список материалов. Там есть дополнение. Мы сняли даже дополнение к массе. У кого что не получается. Это дополнение находится там, где находится рецепт. То есть, рецепт массы. Но там находится это дополнение. Смотрите в дополнение. Да. Привет из Казани. Добрый вечер всем. Привет из Оренбурга. Галина, добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Надежда пишет, масса великолепная. Вчера весь день крутила колбаски из старого ведра, делала вазон. Надежда, умничка. Какие вы умницы, что вы творите, девочки, мальчики. Елена пишет, что у меня получилось с первого раза масса. Только нужно мастерство самой лепки. Это уже практика. Согласна с вами, Елена? Мастерство самой лепки не нужно. В том-то и дело, что просто у кого с первого раза получается замешать, у кого не с первого. Тут очень важно понять то, что материал, там указан большой ассортимент материалов, которые можно использовать. Но материалы-то везде разные. Конечно. Получается, что, допустим, если кто-то приобрел вот этот материал, ну, он, может, просто не подошел. Да, другой. Просто, да, просто напишите мне. Я посмотрю на этот материал и напишите мне описание этого материала. Вот, пожалуйста, Вера напишет, у меня получилось, но не с первого раза. Все зависит от компонентов. Спасибо Диме. Видимо, Дима, ну, возможно, он как-то консультировал. Да, дело в том, что очень важно понимать, что это не просто я изобрел пилисмассу. Я ее ношу тоже методом научного тыка. Дело в том, что я подбирал одни компоненты с другими, третьими. Диме тоже, в общем, друзья, секрет никто не раскрывал, скажем так. Он нашел его сам. Когда я искал компоненты материала, были совершенно другие. То есть производитель производит, он не всегда производит одну и ту же марку. Они постоянно почему-то с каждым годом что-то не так происходят. Вот, я использовал тоже другую марку. Прошел год, я потом не нашел этой марки. Что делать? Мне теперь опять надо искать, что-то чуть-чуть подбирать. Но так как у меня уже большой опыт в разных материалах, я знаю, какие материалы можно использовать, какие нельзя. Поэтому тут, может быть, и такое случилось, что вы взяли не тот компонент, не тот материал, да, и что-то не подошло. Поэтому пишите мне, я посмотрю этот материал и скажу вам, что нужно сделать. Все очень просто. И все время на связи, да. Я сто процентов отвечаю, помогаю. То, что, друзья мои, это такой момент, что не то, что я пошел там, уже знаю, это производитель производит, я конкретно одну марку рекомендую. Я вам рассказываю, помогаю, что, как правильно, что нужно сделать, чтобы... Вот, видите, как получилось. Смотрите, какая классная. Это еще только начало. Итак, мы с вами... Слушай, а неужели из этого что-то красивое получите? Я думаю, да. Как-то вот она как-то выглядит прям даже очень странно. У нас получилась вот такая красота. Вы были такой трейкий бочонок. Она очень, очень красивая, да. Обращайте внимание на такие полосочки, все очень красиво. Что мы делаем? Чтобы у нас чуть-чуть ее разладить, мы ее просто покатаем. Когда мы катаем этот материал, материал очень любит, когда к нему нежно обращаются. То есть не тянут, не растягивают, а когда его нежно, допустим, раскатываем. Когда мы нежно делаем фактуры на этом материале, то есть слегка проводим там скальпелями, инструментами, чем угодно, чем проводим эти. Этот материал любит отминаться очень хорошо. То есть даже линии на руках, линии наши, то есть когда мы вопросы задавали, как в молде, да, отминать. То есть спокойно отминается и остается очень, очень так сейчас. Ну видно, видно, да. То есть все эти линии, да, отпечатки пальцев. То есть настолько материал очень любит. Зоя пишет на улей похоже. Точно Зоя, да. Улей с зеленой крышкой. Итак, мы продолжаем чуть-чуть придавать аккуратную форму. Слушай, а нельзя было просто пласт сделать и прилепить? Нет, нельзя, потому что в чем прикол именно? А, настало. Дело в том, что я сначала закрыл впадину, там одной толщиной нужно. Далее у меня как бы посередине, больше получается, такой пузырь небольшой, там еще больше чуть-чуть пласт нужен. Я, если бы, конечно, взял целый лист, я бы просто принял форму от этой жбанки нашей. Да, да, да. А нам нужно сделать пузатенький, потому что я... А, пузатенький. Я бы не додумалась. Поэтому я посерединке больше сделал колбаску, здесь чуть поменьше, здесь чуть поменьше. Краешку вообще уже там маленькую толщину сделал. Мы сейчас просто-напросто закрываем, закрываем наше стекло, проверяем, чтобы у нас наша крючка... Ольга, напишите мне в личку, я вам сброшу ссылку на Димону страничку. Если вы мою личку знаете, Леля Раевская, или Серебряный Лебедь, найдите группу, я в Серебряном Лебеде, руководителе этой студии, там меня тоже точно найдете. Напишите мне, я вам сброшу ссылку на Диму. Елена пишет, а мне казалось, что бочка из вертикальных досочек собиралась, а это действительно больше на улей похоже. Ну, Елена, вас ждут много сюрпризов. Главное, оставайтесь с нами, друзья мои. Честно, я удивилась, что Дима начал вытворять с этой бочкой, и что он дальше с ней будет делать. Я начал произносить лечебные слова. Я заварил себе зеленый чай, взял ложечку меда. И бочка превратилась. Да, и бочка превратилась не в улейку, нет, она превратилась в бочку. В бочку, да? Да, сейчас мы раскатаем практически последний, последний наш эпизод в нашей ситуации, в нашей работе. Это донышко. Леся пишет, добрый вечер, Дмитрий и Лёля, новый творческий дуэт. Да, Леся, мы экспериментируем прямо в последнее время. У нас месяц эксперимента, у нас уже кто с кем только не выходил. Мы вот все думаем, как же нам, так знаете, дуэты подбираются сами собой. То обстоятельства так складываются, то там у кого-то интернет вылетел, там так получилось, да? Ну, то есть, как бы каждый дуэт – это стечение обстоятельств, плюс взаимная симпатия, и плюс харизматичность мастеров и сопровождающих. Да, Дима? Совершенно верно. Ну, Лёля помогает, она очень позитивный человек, я еще приболевший, я только с температурой вижу, и мне нужен позитив, больше смеха, поэтому для меня очень важно лечение сейчас, кстати говоря. Будем тебя лечить, Димочка. Так, чтобы удобно было донышко, я донышко решил закрывать, потому что… Ну да. Как-то и течнее. Да, а то вот это банка стеклянной с под огурцом. Да, а то мы, друзья, принесем бочоночек меда, они посмотрят, а что с донышком, что случилось вообще? Вы нас что, обманут? Да, да, точно. Нет, мы обмануть никого не хотим, мы хотим сделать, чтобы это было красиво. Да. Мы обмануть никого не хотим, поэтому заметаем все следы. Принесли бочонок меда, они на донышко посмотрели, а там огурцы молодцы. А там огурцы молодцы, да. Скажем так, вы к нам пришли, и что делать, лечиться с медом или с огурцами соленым? Профессионально замели все следы, короче. Приклеивается, все мы приклеиваем на стекло. А вот ничего, что ты так, ну, не все промазываешь, ее нормально, людей? Нет, она настолько мертвой приклеится, что... А, вон что, да. Тут даже вопросов уже быть не может. Все очень просто, все очень прочно, просто и прочно. А потом этот горшок совет несем, она подпишет этот славный горшочек. Это, знаешь, как... Так, кто тут кого лечит? Дима, Лелю, медом? Или Леля со своим смехом и позитивом? Марина пишет. В серебряном лебеде все мастера харизматичны и неповторимы. В них энергия передается всем участникам мастер-класса. Спасибо огромное, Мариночка. Марина, спасибо большое. Валентина, Валентина, задает вопрос. Скапель очень острый? Ну, я им работаю уже больше года. Нет, он уже не острый. Никакой, да? Ну, да, пора уже просто объявлять инструменты. Но работать им можно. Мне больше нравится плоскость, потому что при лепке очень-очень удобно вести разные плоскости. Да, да, да. Наши барочные лимонки и так далее. Просто очень удобно. Можно деревянными. Кому как удобно. Но я считаю, скапель один из самых универсальных инструментов. Так, что мы делаем дальше? Так, мы сейчас дальше. Очень важно, так как у нас будет присосочек уже взаимодействовать, сейчас улик у нас получился. А мы не хотим улик. Я думаю, никто улик не хочет. Нет, ну, может быть, кто-то и хочет, но я хочу просто баночку мёртвую. Поэтому нам очень важно сейчас наш этот силуэт закруглить. Что мы делаем? Мы начинаем у донышка баночки. Просто раскатываем и выравниваем нашу плоскость, потому что он под своей массой, он будет закругляться. То есть не даром, да? Нет, нет, просто катаем, просто катаем. Елена спрашивает, а, Зоя, во-первых, написала пух, который подозреваем безвозмездно. А Елена спрашивает, а Дмитрий закончил картину «Виноградная лоза»? Ну, он её ещё не покрасил. Я не покрасил, потому что я на следующий день уехал на работу, да. Пока я вам её обязательно покажу, вы увидите эту работу. О, Дима, Леся пишет, сегодня наконец-то лепила нашей волшебной массой. Скоро Дмитрию начну работы высылать. Спасибо, Дима, за обратную связь. Всё получилось, как вы говорили. Ирина говорит, оплатные мастер-классы будут. Покажите, что Дима новенькое натворил. Чем ещё порадуете? Дима сегодня приготовил очень классный мастер-класс. Мы были в восторге. Они будут чуть-чуть попозже. Оставайтесь с нами. Я приготовил мастер-класс своей давней мечты, о которой раньше не мог сделать, потому что... Потому что занимался работой и большими скульптурами. Да, нет, и не просто, потому что у меня специальность была другая. А, ну да, да. Чтобы... Большие объекты. Мы об этом поговорим. Да, большие объекты, большие очень объекты. Похоже, в этом горшочке когда-то хранили огурцы. И я, и я, и я такого мнения я. Александр, видишь? Александр. Класс. Что нужно делать? Вы молодец. Мне нужна вот эта вот... Салафеточка, да? Салафеточка. Одна? Одна. Масса начинает перелипать. Она начинает очень перелипать. Но ткани она не так быстро. Поэтому мне удобно её просто... Сейчас она вертется, будет удобно. Ну да. Так. Мы с вами её немного, ну, немного не дозакруглили. Поэтому мы продолжаем ещё её чуть-чуть выравнивать. Дима Ольга спрашивает. Я тоже сделала лозу. А эта масса дружит с битумом? Дружит, конечно. Она дружит, по-моему, со всем вообще. Теперь у нас есть... Я взял вот эти инструменты. Это линеечку и кусочек бруска. Для тех, кто просто катать не хочет, очень удобно взять, где вот большая плоскость, её просто чуть-чуть закруглить. То есть, получается, когда вы её раскатываете таким образом, придавливаете, вы её придаёте округлость формы. Господи, я не думала, что это всё так трудно, Дима. Это очень... Ну, казалось бы, что там банку облепить? Столько премудрости вообще. Там покатать. Там на салфеточку поставить, вдруг прилипнет. Я бы уже такого натворила. Наша основная задача, чтобы избавиться от таких огромных ям, выемок. Чтобы, когда у нас бочоночек состоит из брусочков, чтобы у нас не получилось вот так вот непонятно что. Главное подготовить всегда. Мы подготавливаем для себя форму. А форму желательно подготовить, чтобы она была более-менее ровной. Поэтому мы её закругляем. Можно таким образом её раскатать, то есть по форме, по форме. Нас всегда учили. Нас всегда учили, когда мы работали. Графика, особенно графика. Штрихи, когда мы строили. Портреты, формы выстраивали в графике. Всегда штрихи, допустим, штрихуете по форме. То есть всё по форме. Ну и в скульптуре, в объёме то же самое. Получается, мы с вами работаем по форме. И значит по форме мы её повторяем. Вот и придавливаем. И вот что у нас получается. У нас бывает съезжает вниз, потому что это может зависеть от того, что клея. Много клея нанесли. Но клея на самом деле нужно совсем немножечко. Она очень быстро приклеивается. Это как масса мягкая. И сейчас она под своим весом, так как мы её уже всё уплотнили. Она чуть-чуть будет вниз съезжать. И это нормально. Вообще-то по-хорошему, как только я баночку накрыл, ей придал небольшую форму. То есть ту самую форму, которая у нас устроит. Ей нужно дать время немножечко отдохнуть, чуть-чуть подсохнуть. То есть это примерно часа два. Ну, если вы чувствуете, что у нас слишком жидко. Сейчас она чуть-чуть, немножко жидко, она съезжает. Вот. Так же. Что мы оставим? Нет, нет, нет. Мы сейчас её перевернули. Она сейчас у нас чуть-чуть съедет. Но её нужно немножечко оставить. Хотя нет, нужно немножечко её сейчас продолжить с ней работать. Она, ну я завел чуть погуще, поэтому у меня не настолько сильно уже съезжает, как я изначально делал. Я вообще не понимаю, что ты говоришь, что там где съезжает. Для меня всё ровно и всё. Ну, так кажется. Кажется, да? Кажется, да. Ага. Теперь. Что нам нужно, что нам нужно дальше сделать? А дальше мы начинаем передавать форму нашей баночке. Нашему бочоночку, помимо. Для начала, чтобы не путаться, потому что, когда мы начнём наклеивать наши речки, досточки, мы всегда будем брать изначально, чтобы у нас более-менее ровные были, одинаковые по всей длине. Очень удобно. Конечно, жалко, но это нужно делать для себя. Оторвать небольшой кусочек. Небольшой кусочек мы отрываем. Вот, чтобы понимать по объёму, сколько массы уйдёт, мы потом для себя раскатали, то, чтобы оторвали кусочек, раскатали. Дальше. Я ей придаю, придаю, применаю такой объём нашей лёсточки. Просто мне нужно посмотреть, что всё, она входит, её длина, всё отлично. И запоминаем этот кусочек, у нас даже чуть-чуть, он был большой, то есть я его отдельно вылипал и отдельно отложил. Теперь я буду сравнивать именно с этим кусочком, что у меня есть, я его откладываю. И по нему, отрывая следующий кусок массы, я уже посмотрел, представил, всё, он подходит. Примерно такой же, да? Примерно такой же, да. И далее просто приступаю уже намешивать и приклеивать наши основные кусочки, которые нам уже сделают из нашей баночки бочоночек. Бочоночек, мы его так сделаем, у нас всё будет работать, крышечек открываться. Угу, отлично. Так что сейчас мы сделаем вот что ещё. Мы уберём нашу салфетку. На салфетке, к сожалению, ну, наверное, лучше лист бумаги брать. Давай лист бумаги тебе-то. Да, давай. Давай, да, потому что тарелочки неудобно. Почему лист бумаги брать, потому что приклеивается, масса приклеивается очень-очень сильная. И, если она и бумаги, конечно, приклеивается, ну, по крайней мере, нам будет так удобно. На листе бумаги будет нормально. Не забываем смазывать рубки кремом. Александр говорит, можно силиконовым ковриком структуру дерева нанести? Можно, кстати, структуру дерева нанести силиконовым ковриком, совершенно верно. Можно структуру дерева нанести любыми подручными предметами, не обязательно силиконовым ковриком. если я не хочу делать бочонок а хочу что-то другое на этой баночке сделать есть такой маленький секретик с этой массой когда он допустим лежит у меня пакете лежит но он начинает отвердевать чуть-чуть затвердел я достаю и хорошенечко разминают я его оживляю когда он у меня был твердый я достал сейчас я размял и сейчас опять у меня мягкий а трубка мягче дело в том что внутри я все эти процессы чуть-чуть разминаю наши компоненты оживляет опять масса приобретает свой свойства а нельзя сразу поделить на равные кусочки чтобы точнее получилось а не отрывать каждый раз ну тут кстати очень хороший вопрос дело в том что когда мы начинаем приклеивать что нам нужно нам нужно для себя понять можно конечно так сделать но нужно сначала отмерить все наши линии какой будет толщины наша досточка наша досточка будет сантиметр то есть толщиной примерно вот тогда нам нужно отмерить сколько она будет у нас здесь линии насечки провести то есть все отметить чтобы у нас все тютелька в тютельку подошло да ну это это для тех кто любит считать для анализаторов и для тех кто любит создавать для себя больше работы а на самом деле мы как люди я считаю что я творческий человек я поболел я такой лежу я хочу скорее творить поэтому и я сильно долго не думаю конечно для серьезной работы очень большие работы монументальные скульптуры допустим круглые скульптуры где требуют бронзы отливки и так далее конечно там нужен четкий размер вот так как мы с творим и не всегда хочется считать хочется просто быстро подарочек вот завтра у тебя день рождения я сегодня возьму и вылеплю сегодня покрашу и точно подарю тебе да поэтому мы просто условно для себя почему делаем небольшой размер потому что когда у нас где-то что-то подходить не будет я чуть-чуть пальчиком подо мной и где у нас будет зазор я просто эти зазоры подо мной у нас ну да щечка чуть конечно поэтому у нас грубо говоря ассиметричные творчески ассиметричные и так значит но тут пошли уже пошли предложения а как чего меня просят успокоиться и говорить потише друзья мои потише я говорить не могу по моему огромному сожалению с же рядом с микрофоном поэтому потерпите меня и так значит нельзя сразу поделить а это мы читали переверните на крышку чтобы не приставало ну и мы наверное такие есть причины чтобы не переворачивать что мы с вами делаем мы сейчас удобно линеечкой для себя вот эти краешки наши дощечки выравниваем то есть я с одной стороны прижал с другой стороны это мы для себя делаем чтобы нас более-менее такие ровные дощечки получить теперь очень важный такой момент мы при наклеивании дощечка мы делаем у них зеркально то есть сейчас я одну наклею сюда значит у нас здесь ровно параллельно будет другая дощечка когда я ее приклею сюда у нас сюда для того чтобы нам было понятие расчет более более точным вот и так чтобы от одной начинает плеть мы их делаем крест на крест потом еще разбиваем а я напишу главное усидчивость у меня розы не получились но материала для зимних вечеров накупила яночка умница не поняла из чего масса можно застывающую пластику ну я можно и застывающую тоже но я думаю что такого не получится и застывающей валентина можно скальпелем нарисовать полоски и будет имитация досочек тоже вариант скальпели можно нарисовать конечно я я показываю что я сейчас почему не я хотел это чуть позже показать ну как раз ситуацию покажу я беру скальпель и нашим острым концом просто начинают наводить вот такие черточки по нашей дощечке так немножечко таком хаотичном порядке вот я прорезаю делаю такие насечки просто прорезают и сейчас плохо видно но когда я начну красить вы увидите что этот рельеф он сразу выступит этот рельеф у нас то есть я ее порезал вдоль да сейчас пока не видно да скоро будет видно так спасибо леся меня поддерживает не надо лёли успокоить это ее изюмник мило ниже кишет да и бесполезно в общем то лёля молодец когда лёля смеется и пущется самому почему-то радуется у нас у меня такая сказочная больше работа поэтому нам нужно тем более выздоравливать нам нужно больше смея позитива да елена спрашивает что за поверхность Леночка мотайте в начало там в начале в общем то увидите баночка стеклянная из под огурцов да кто-то пришел к нам нет никто не пришел продолжаем сучок нарисуйте валентина пишет сучок можно нарисовать ну это такая работа сейчас что особо особо здесь ничего сверхъестественного выравниваем наши досточки просто линейка помогает с одного края там с другого края аккуратненько было это за притаптывать когда пальцем что он спрашивает я поставлю нишку и пальцем вот так притоптал и у нас получился на сразу край наша защищка и я ее противополно противоположном это для меня будет такая вот подсказочка что я все делаю сейчас правильно чтобы я не ошибся то есть ему уже когда мы крест сделаем на крест нужен для себя у нас будет понятно что мы уже более менее у нас все получится ровно и линейка также помогаем себе а интересно сколько будет весить сама банка без меда она будет тяжелая нет она не будет она не очень тяжело прибавится сейчас такая баночка но она весила с огурцами с огурцами хорошо а без огурцов к нам в код идет без огурцов ну еще грамм 300 наверное еще грамм 300 делаем я успокою ребенка да мы теперь помогаем нашими предметами линеечкой то есть мы ее положили и чтобы у нас форма более-менее было округляем немного чтобы у нас она не получилась квадратная не ломаная ничего чтобы более-менее было ровно вот не обязательно краешку баночки мы также наносим клей баночка у нас крышка она уже по моему алюминиевая металлическая нержавейка и очень важный такой момент когда мы наклеили досточку для себя для себя чтобы мы потом не запутались нам же надо чтобы крышка открывалась мы для себя делаем насечку именно там именно там где у нас заканчивается крышка вот где у нас заканчиваться крышка мы для себя сделали вот такую насечку то есть получается она сейчас крышка открывается вот я сделал такую насечку для себя это то же самое с другой стороны тоже делаю насечку с этого края это для того чтобы у нас крышка открывалась когда мы все закроем всеми дощечками нашу баночку когда мы закроем чтобы мы смогли открыть крышку то есть в дальнейшем по этим насечкам мы будем прорезать но сейчас мы закрываем все дощечками начинаем прорезать так мы с вами продолжаем наш крест-напрест намечаем наши дощечки для меня это подсказочка я смотрю что большой кусочек можно конечно сразу выкатать для себя 10-20 шарик но пока я клею он же будет высыхать вот этот уже начинает высыхать поэтому я всегда держу в пакетах но в пакете неудобно каждый раз заворачивать нашу массу ну то есть удобно конечно я держу в пакете я могу отвлечься то есть я не переживаю что кусочек у меня застынет но Дима относится к массе конечно очень трепетно друзья когда делает он когда творит из этой массы это такое таинство он прям знаете вот как к детям относится это вот нежзак с ней нужно аккуратно с ней нужно так при массе не ругаться при массе не ругаться да такое знаете настолько трепетно к ней относится может быть поэтому у него работы настолько потрясающие он настолько любит это вот то что он делает из этой массы да вот то что он делает своими руками друзья это потрясающе вот это отношение к своему творческому вот такое трепетное отношение к своему творчеству это очень круто так я тут немножко потерялась в чате да друзья задавайте вопросы Ольга пишет если эти комочки накрыть баночкой они не будут быстро сохнуть баночкой да ну например стеклянный суток ну если создать такую как бы примерно вакуум то нет а если ну это неудобно баночка поверьте мне это постоянно баночкой закрывать очень неудобно но высохнет конечно но не так быстро как без баночки ну кому как удобно да вот Марина предлагает стаканчиками накрывать например ну стаканчиками или вот так вот стаканчиками да 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 это заперсночники точно точно где в какой да 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 а на одной стороне бочонка написать массой лёд Александр предлагает так Светлана пишет что она сделала баночку классная такая идея приходила у Димы со страницы мне присылали работу есть одна интересная одна из самых первых работ мне понравилась женщина прислала баночку но она что сделала я так понимаю она просто ее облепила и на ней же были я так думаю формочки форма молды ну видимо какие-то отпечатки где-то свое прорезал ну то есть баночка великолепная получилась классно так же она у меня находится в альбомах там где я подписал альбомы учеников вот там подписаны авторы и кстати во многом там работа находится те работы которые авторы сами идеи не просто по моим мастер-классам я по большей части моя задача направить направить что возможно сделать как возможно как правильно пользоваться материалом но по большей части я смотрю кстати мне это очень очень нравится потому что столько фантазии допустим у каждого человека своя фантазия Дима скажи пожалуйста вот Марина спрашивала в чате посоветуйте Дмитрий на какой поверхности лучше замешивать массу я обычно делаю это на доске на ровной поверхности ни в каком нибудь блюде я это делаю на доске потому что практика показала это самый удобный способ и я ее просто лучше чувствую лучше чувствую и я уже не ошибаюсь в замесах то есть больше получается взаимоотношения с массой отлично Дима скажи пожалуйста у нас есть возможность рассказать о классных продуктах и засохнет наша масса если мы сейчас некоторое время нам сейчас чуть-чуть нужно сделать перерывчик она у меня еще обмекает масса а мягкая да мне сейчас чуть-чуть я ее подровняю конечно я покажу расскажу да не забываем делать осечки я тут уже поеда пишет можно налепить пчелок можно налепить еще раз повторяю наши насечки мы делаем там где у нас заканчивается крышка то есть граница крышки мы просто подсекаем делаем такие для себя насечки и массу лучше всего когда у нас разрезать когда мы ее уже полностью накроем наши защищки сделаем только в таком случае когда она уже чуть-чуть подсохнет мы ее разрезаем потому что масса меньше продавливается ну в принципе это кому как можно и сделать и сразу обрезать разрезать все я вам покажу обязательно так ну сейчас ее чуть-чуть нужно отставить на просушку я задумал покажу что я давно хотел потому что не было у меня возможности раньше когда я узнал про массу мне появилась возможность сделать для себя для себя эту красоту чуть-чуть оставлять так про что мы сейчас будем рассказывать про что тебе хочется сейчас больше всего рассказать чем поделиться и тогда давно но никогда кукой не занимался вот я не занимался также шамот мне очень нравились такие вещи где я видел куклу она сделана была фарфоровая куколка вот и у нее ткани все они были резные сквозные настолько все прозрачно настолько все было это тонко так я еще тогда задумался как они все это делали ну и я уже спустя годы я уже стал понимать как это делается но возможности у меня такого не было или допустим кованые решетки но я сам не ковщик и ковкой не занимался то есть на этом надо учиться ну и плюс нужны специальные инструкции и там всякие ну когда я поступил с массой я понял что я могу сделать могу сделать такую вещь это полностью сделана корзинка из массы она не армирована абсолютно не армирована все это сделано и настолько просто оказалось допустим вензеля уже друзья мои прекрасно знаете как делаются вензеля да вот вот эта работа настолько тоже простая потому что я столкнулся себе задачу поставил как ее сделать вот как ее сделать я для себя уже поставил примерно разобрал ее поэтапно поэтапно вот и оказалось все это очень просто ну заняла конечно дня три по всей по времени потому что дня три-четыре потому что там просто это делается поэтапно вот на самом деле все очень просто и вот эту корзиночку что если я я хотел вообще для цветов искусственно поставить я часто разъезда но поставить цветочки все запомнили наташа смотрел наташа немножечко приспособлением надо делать то есть специально когда мы делаем массу это она полностью из массы сделана здесь как бы ничего сложного то есть оставляем отверстие ну если допустим про кто-то хочет сделать ну и приспособление так что можно было ее вдеть зафиксировать ну и лампочку сюда прикрутить то есть либо люстру то же самое да вот плафон то же самое отверстие вот и заставим плафон обалдеть применить а что не упадет он угадается слушайте она она очень она очень она примерно баночка по моему сейчас потяжелее да вот она очень тонкая очень прочная и все вот эти вот связочки то есть они дают ребра жесткости все намного очень жестко то есть если мы заполняем ее полностью фруктами а знаешь какая еще идея была сделать куда-нибудь в сад мы ее покрыли акриловая это акриловая краска вот подметал в саду на улице в вазоны да если цепи сюда поставят допустим взять и что выдержит на улице ну конечно выдержит просто ей нужно дать высохнуть обалдеть в целом по-хорошему просто дать высохнуть неделю вот уже когда она покрашена и все ее можно на улицу она довольно прочная форму держит и такая то есть корзинка моей мечты а вот так как я раньше просто не знал как ковк как это все это нам выковать все из металла думаю а всегда хотелось ажурные мне еще нравились работы когда делают резчики они тоже очень нравятся мне работы скульптуры резные где там какие-нибудь чаши вазы и они все все в прорези и там все сквозное и даже кстати по уровню вот у меня здесь несколько уровней получается вот один уровень следующий уровень но это это самый самый простой вариант потому что этот вазу любой 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 сделает ребенок все а если еще немножко посложнее просто если у вас фантазия обязательно я еще я уже уверен что у вас фантазия разыгралась несколько уровней сделать вот можно намного сложнее намного интереснее допустим применение допустим к такой работе отлично хорошо а давай напомним нашим нашим что мы здесь раскрываем скажем так друзья но здесь я не рассказываю о массе потому что работа получилась несколько этапов вот самому о самом рецепте массы я здесь не рассказываю то есть меня уже заведено и мы просто с вами лепим вот но рецепт массы есть у нас в секретах древних цивилизаций вот там вот в этом мастер-классе я вам сейчас покажу давай масса у нас находится в этой работе это секреты древних цивилизаций мы все никак не можем ему вовлечь чтобы он его покрасил для меня как для гекупашистки непривычно видеть белую массу то есть я привыкла все покрасить нет это все живой цветочек он должен вот так вот скажем так дышать мне очень нравится на самом деле мне очень нравится на свет белая белая роза здесь друзья находится массы здесь обязательно кто приобретет и кто уже приобрел находится дополнение к этой массе потому что именно вот в этом уроке у кого масса быстро застывает вот в основном какая проблема мы записали дополнение и оно здесь находится обязательно посмотрите потом у кого вопросы появятся напишите мне я вам объясню что даже допустим какой материал лучше взять чтобы вы понимали что дополнение именно к тому почему почему масса сохнет места все гораздо на самом деле все очень элементарно просто понятно да и также масса находится это стекло это зеркало здесь тоже есть рецепт массы я рассказываю показываю как как все приготовить сделать ну все очень понятно доступно и дело в том что тут некоторые секреты раскрывают допустим как сделать так чтобы у нас были такие сквозные у нас еще чтобы они держались вот вообще принцип принцип самой так давай чуть-чуть вот так поднимем вот так сам принцип принцип работы с деталями в основном в этом мастер-классе я рассказываю принцип поэтапности как он делается правильно с чего надо начинать работать чем заканчивать и вообще это как бы ну азбука грубо говоря вот я обязательно на следующих вебинарах я хочу я спрашиваю можно азбуку азбуку деталей здесь конечно я скрываю листик как делать примерно такие листики вы посмотрите листики вы уже будете добавлять там что-то свое добавить уже будете понимать что как сделать там остальные листики цветочные композиции что как все сделать то есть такие моменты как сделать сквозные моменты выступы большие чтобы это смотрелось то есть в основном я это применяю ну на зеркалах это понятно здесь уже ясно вот потолки стены декорирование арочные тоже на арке такие воздушные сквозные вы можете зайти посмотреть на моих работах в моих работах на моей странице как какие возможности сделать но здесь также зеркало я ничем не обрабатывал сразу на стекле и она у нас уже довольно очень долго стоит настолько прочно очень очень прочно но здесь мы уже то есть ее если отравим он может даже с куском стекла вот поэтому вот очень красивое зеркало зеркало досталось мне в подарок спасибо дима спрашивают девочки зеркало окрашивали после того как налепили точнее массу окрашивали после того как налепили да я подождал время как она застынет то есть я уже окрашивал на второй день вот она у меня высохла и я ее окрасил вот все здесь также поэтапно ничего сложного это сделает абсолютно каждый абсолютно отлично спасибо да в этом зеркале тоже есть масса масса чтобы вы понимали его нет только в корзиночке так друзья давайте мы у нас уже подсыхает это хорошо потому что у нас даже держать форму смазываем наши руки давай чуть-чуть еще вот так и приступаем Ирина присоединилась доброго вечера доброго вечера здравствуйте здравствуйте допустим я делаю большой элемент даже крупные у меня идут листья у меня была работа я лепил получилось 300-400 листьев отдельно я лепил эти листья и чтобы они были примерно одной формы ну потом же рука конечно добивается себе считаю сколько нужно но в основном тоже такие подсказочки для себя делал я сделал подсказку представил все похоже значит начинаю работать дальше итак напоминаю мы сейчас с вами клеим дальше дощечки я выкатал посмотрел у нас посмотрел по высоте чтобы она чуть-чуть захотела наверное на сантиметр от крышки почему потому что когда она у нас застынет когда у нас уже сейчас допустим ее разрезать не очень удобно нам нужно примерно так чтобы одинаково примерно было когда застынет чуть-чуть подсохнет ее очень просто резать ножиком примерно спустя час когда она на воздухе постоит и лишнее мы обрежем я даже покажу так сейчас мы наклеим сначала кусочек мы все будем заклеивать? все нет у нас уже половина девятого конечно нет не все так как у нас все одинаково я сейчас покажу что это делается дальше продолжается дальше что мы делаем так как у нас мы уже примерно себе отметили границы я сейчас наклею парочку чтобы было понятно допустим здесь у нас один размер здесь меньше размер здесь тоже другой размер вот здесь шире здесь уже здесь еще немножко уже что мы дальше делаем мы мы либо клеим сюда сюда посередине вот сюда посередине и здесь разбиваем допустим на две части здесь там чуть-чуть поменьше пускай у нас будут либо клеим начинаем отсюда и по очереди по очереди ну бывает такое получается вот сейчас я наклею одну вот клею так чтобы у нас чуть-чуть небольшая такая осталась щель маленькая щель для чего когда я ее наклеиваю я пальцем начинаю приминать у нас эти два кусочка и все равно я оставляю небольшую щель дальше я ее подщипываю приминаю так чтобы с этого края она более-менее ровно у нас шла чтобы было для себя удобно подсказочка я просто беру линеечкой посмотрел подставил там чуть-чуть серединку надо чуть-чуть подмять далее взял и ее линеечкой либо так ну пригладим со стороны это вот так вот сбоку вот так и смотрится я ее вот таким образом линеечкой не слегка слегка нажимаю чуть-чуть передавливаю и она ее выравнивает когда у нас такой большой кусочек очень длинный а он у нас начинает заваливать ее она нежелательно заваливать поэтому я лишнее сразу срезаю да так чтобы у нас все равно оставалось определенное что у нас чат замолчал друзья и тишина в чате проверяем связь ага что у нас сейчас мастер-класс так дима красили акриловой краской разведенной или при тонировании спасибо что именно красить такой вопрос я я крашу в основном всегда свои работы после того как вылеплю это ну для меня это удобно потому что я могу передумать еще тысячи раз допустим что-то покрасить либо допустим если это серьезная работа я делаю заказчику я конечно сначала делаю объем лепку модель форме потом заказчик смотрит видит что все отлично и тогда уже начинаем с ним цвет выбирать либо это дизайнер красит либо уже обращается к нам и спрашивает как это лучше с Димой Дима значит здесь вот Кристина несколько раз уже написала о том что она огорчилась когда она приобрела массу а в ней не обнаружила секрет собственно самой массы она приобрела вот эту вот корзинку да Кристина значит когда в прошлый раз Дима показывал эту корзинку он всегда говорит о том есть ли секрет массы или его нет в данном мастер-классе вы должны понимать что мастер представьте себе 10 лет человек искал секрет массы вы хотите купить корзинку и чтобы в ней было все и желательно подешевше рублей за 300 друзья так не бывает дима дима 10 лет изучал и искал эти компоненты искал там чего-то это ему так и не сказали секрет массы скульптор вышел и на всю страну и на всю страну вот предлагают друзья давайте учитесь причем причем он предупредил что в корзинке этого секрета нет поэтому я не могу давать на каждом на каждом мастер-классе то есть да платно получается дело в том что и по времени очень по времени это очень долго рассказывать рассказывать в каждом мк массу на самом деле это не знаю стоит просто один приобрести уже понятно мастер-класс и с него уже там на самом деле эта корзинка очень долгая я вообще балдет работ Дмитрий спасибо вам огромное так Елена говорит все равно не читайте вопросы Елена повторите вопрос прочитаем что за вопрос стараемся все видеть на все реагировать вот что друзья очень важно сейчас понять по нашему бочоночку видите здесь у нас такая толщина ну может не залезть следующий кусок но я примерно для себя его сейчас чуть-чуть раз сделаю чуть пошире то есть что я делаю я этот кусочек эту часть вот вот здесь может не влезть следующие то есть если он даже влезет очень много места останется но я понимаю сюда маленькую толщину неправильно будет класть поэтому я и этот кусок и этот кусочек я его чуть-чуть расширяю именно такими применениями и этот кусочек тоже начинаю расширять так чтобы чуть-чуть примкнуть но щель оставить между ними небольшой такой зазорчик чтобы в итоге когда у нас такие щели остаются при окрашивании у нас глубина цвет светотень становится намного интереснее когда такие мелочи мы оставляем глубинки непонятные это намного интереснее и теперь сюда у нас тоже потом придется это тоже еще примять вот потом мы сюда сейчас наклеим кусочек последний четвертинку получается мы с вами сделаем и я покажу что нужно сделать дальше да это вот очень важный момент как соединить да и кстати не забываем я вот заговариваюсь так а я спрашиваю ты какая поверхность на столе чем смазана ничем не смазана Яночка пустая абсолютно поверхность там лежит просто подложка а Галина значит спрашивает по словам Димы состав массы он уже меняет третий раз Галина вот правильно Людмила спасибо огромное за помощь Людмила не меняет дополняет дает варианты разных как это называется материалов я просто я включаю мне пишут использовали вот этот материал я дополняю просто материалы включаю которые тоже подходят потому что я не был во всех городах я не знаю какие материалы возможны там допустим за границей там южнее западнее но я знаю по округу я знаю Москва Московская область Петербург Краснодар там я знаю какие материалы но я знаю что в других регионах эти материалы тоже должны быть но если не должны быть я что я делаю я захожу на сайт допустим тот ну те кто приобрели мастер-класс спрашивают а можете порекомендовать мне что выбрать я обязательно захожу на сайт захожу в магазины строительные то есть по сайтам смотрю какие материалы там продаю потом читаю характеристики и говорю что да этот материал подходит и этот тоже материал подходит поэтому кто мне спрашивает и и когда кто купил приобрел мастер-класс спрашивают даже показывают свою работу вот я использовал вот этот материал использовал вот этот материал и я обязательно уже собрал там довольно такой большой список вот все получали его еще надо пополнять потому что еще много материала включили я просто дополняю его то есть рецепт один и тот же я просто его дополняю другими материалами то есть включаю Галина вот это был вопрос на ваш точнее ответ на ваш вопрос чем Дима дополняет то есть разные люди из разных городов пишут Диме что вот такого материала нет такой есть Дима говорит да хорошо вот смотрите этот можно этот нельзя давайте попробуем вот этот и таким образом рождается рецепт который который удобно было бы использовать с теми материалами которые есть в том или ином городе конкретно этому человеку совершенно верно так масса хрупкая как пирамика и тяжелая масса очень прочная очень прочная то есть с каждым с каждой недели набираются больше прочности одно скажу через год я пытался вот то что зеркало увидели я пытался массу снять зеркало я зеркало не смог их снять я ее замачивал даже в воде неделю я ее держал больше недели но все равно не смог то есть я разрезал кусок зеркала потому что я ее просто не смог снять одну у меня половинку оставил себе остальное кусок уже смазаться ну пришлось выкинуть потому что я испортил зеркало так отлично значит марина спрашивают если я если я приобрету мастер-класс по изготовлению вазочки для фруктов то там не будет да, Марина там не будет рецепт изготовления рецепт изготовления у нас пока в единственном экземпляре этот мастер-класс это именно рецепт Приготовление массы. И еще на зеркале. И на зеркале, да. Там я снял и на тарелочке, и на зеркале. Ну, там же более подробные в тарелочке, нет? Нет. Ну, в тарелочке там просто дополнение. Вот, вот это очень важно. То есть в тарелочке еще и дополнение туда есть. Итак, вот Людмила пишет, что она спрашивала и получила подробный ответ. Спасибо огромное. Масса, да, очень крепкая после высыхания. Очень крепкая, друзья мои. Очень крепкая. Лёнь. Мы так сейчас рассказываем, сейчас дальше расскажу. Чтобы было понятно. Вот мы с вами сделали четвертинку. Просто я хочу успеть еще с вами покрасить. Я уже приготовил, что у нас было случиться. Очень приятно такой. Мы делаем по такому же принципу. Наклеиваем дольше, дальше наши кусочки. Лезвие я всегда вытаскиваю, потому что мне так удобно. После того, как мы сделали насечки. После того, как у нас масса немножечко подсохла. Но здесь-то, как я ее обрезал заранее, то есть уже более себе длину, высоту наш выступ оставлял. То есть тут уже обязательно надо. Ну, вообще, у кого выше, ниже, я просто срезал почти под уровень. Она чуть посохла, я срезал. И что дальше получается? Там, где я насечки оставлял, вот эти насечки, это насечки там, где наша крышка. То есть как раз, вот именно часть вот этой крышки, вот эти насечки. И я эти насечки, то есть беру лезвие, аккуратно подрезаю. Это очень важно, чтобы у нас открывалась крышка, мы же хотим туда бочонок меда. О, ладно. Залить, залить медом. Что залить хотим? Ну, если там маленький бочонок меда, там пару сантиметров, можно бочонок меда прям туда положить, если кому-то подобно. Здесь я тоже сразу подрежу, чтобы я вам продемонстрировал, к чему это все, а то нам мешать это будет. Далее, мы еще раз убедились, что мы ее прорезаем, мы ее прорезаем, то есть она у нас прорезана, чтобы крышка у нас, то есть мы смотрим, она у нас открывается. Для чего это нужно? Это тот самый секретик, когда вот мы раз, закрыли и все. Но нам же ее надо будет потом закрывать. Так, сейчас чуть-чуть. Мы ее больше. Закрывается вот эта линия, чтобы она была более-менее красивая. Когда мы уже все выкладываем по всему периметру, по всей окружности нашей баночки, мы обруч, то есть мы закрываем здесь снизу. Да, по обручу страшно, да. Вот. Что у нас здесь. Будут ли обручи? Обручи будут. Я сейчас вам просто покажу, что мы катаем колбаску. Там, когда она подсохнет, карандаш мы для себя так ее тоже условно намечаем, чтобы обруч ровно. Мы раскатываем колбаску. Наклеиваем здесь, где мы провели. Я четвертинку наклеиваю, чтобы было понятно. Ну, тут как бы просто уже понятно и домысливать особо ничего не надо. У нас получается, что нижний обруч, кстати, вот верхний, чтобы мы спрятали. Что мы делаем? Мы нашу колбаску, мы такую же будем наклеивать сюда, но не приклеивая к ней. У нас получается, когда мы чуть-чуть подрезали, у нас небольшой такой выемка такая вот получилась. Вот туда вот вдавленная. Нам нужно постараться приклеить ее так, чтобы она чуть-чуть у нас спрятала нашу, наш, получается, вот эту неровность, прорезь. Но так, чтобы она не коснулась нашей массы здесь. То есть маленький такой, чтобы зазорчик, там, миллиметр был. Вот, когда мы сейчас приклеим нашу колбаску. Александр пишет, обручь с заклепками. Лидия пишет, добрый вечер, очень простая просьба, уравновесить звук, громкость голоса ведущий, приблизить к деликатному голосу Дмитрия. Лидия, я стараюсь, как могу, сдерживаться, честно вам скажу, не могу прям вот всеми силами стараюсь уравновесить свой голос. Но поскольку сижу рядом с микрофоном, ничего хорошего, видимо, не получается. Потерпите. Так, обручь с заклепками, да, я прочитал. Дальше. Я делаю себе такой обручь. Ну, условно, показываю. Потому что мы сейчас представим, что я по всему периметру, я просто не успею все это сделать, потому что рассказывать. Ну да, это долго очень. Я пытаюсь наклеить ее так, чтобы у нас по высоте нашу эту прорезь, наш этот обручь прикрыл. Чтобы у нас он ее прикрыл. Представим, что у нас уже по всей окружности. У нас получается вот примерно такой выравниваем, так же начинаем подвравнивать, выравниваем сверху, снизу, так, чтобы мы потом проверили, она у нас открывается, вот, открылась. И так же у нас она и не мешала закрываться. Ага. В общем... Девочка, вопрос очень важный. Изделия из этой массы подвержены природным осадкам? Я ее отставлю. Изделия из этой массы, как только она высохла, она высыхает уже через неделю и покрашена, и она не подвержена природным атакам. Тем более, если она будет уже покрашена в акриловый цвет и покрыта лаком сверху, тем более, то есть водоотталкивающей какой-то краской, она не будет у нас подвержена. А, и очень-очень важно... Дима, ты губ показал на секунду и улыбнулась. Молодец. Очень важно. Так, мы же сейчас просто показали принцип, а наша работа повторяется. Крышка у нас остается, крышка у нас остается зеленого цвета некрасивого. Мы берем такую пластинку, то есть по всей окружности нашей крышки, смазываем ее, клеим и приклеиваем. То есть мы просто заклеиваем, я с этой стороны, по всей окружности, всю крышку я смазал, клеим, и мы ее заклеили. У меня здесь скальпный инструментик. Такой, здесь у нас маленькие зазорчики. Все это острым инструментиком туда подравниваем, так, чтобы у нас она была заклеена. Александр пишет, на данном этапе напоминает стопу бабы Еги. Немного. Но. Но. У нас должна быть вот такая вот, получится целая, полностью такая крышка. Класс. То есть я заклеил здесь сразу, крышка у нас заклеена. То есть я здесь даже написал мед. У нас открывается. Вот, сюда можно заполнить медом. Здесь я для себя, чтобы не путаться, сделал с одной стороны вот такую насечку, здесь ее можете видеть, чтобы, когда я ее закрывал, я ее просто чуть-чуть промахнулся, вот, ну, чтобы я уже ориентировался, знал, что я ее закрыл, так, чтобы у нас трещины, вот она, насечка вот эта, чтобы она всегда у нас щели попадали вот в одну, в одну линию. То есть и в целом... Интересный нюанс такой. Да, ну это, потому что, если я ее, допустим, сейчас открою и буду стараться, пытаться там по-другому поставлю, она у нас может не совпасть с вот линиями. Да, да, да. И вот это будет некрасиво. И я вот эту свою трещину, как бы щель, вот знаю, что она у меня здесь находится, потом еще у нее вот эта часть, да, и я знаю, что раз, я уже к этой щели, и у нас уже, то есть единый, целый такой бочоночек меда получился. Это просто я заклеил. И маленькую ткани почку. Она чуть посохнет сейчас, она еще сырая, просто можно будет потом за нее браться и за нее открывать. И не отвалится, да? Она не отвалится, даже я ее отдельно накатал, приклеил, когда у меня масса была, вставил. Вот это тоже самое отдельно. Форма, форму любую можете придумать, тоже отдельно раскатал, клеил, смазал, приклеил. Потом это станет единым целым, ее будет просто не оторвать. Отлично. Девочки, спасибо огромное за плечку. Девчонки мне тут пишут, смейтесь, смейтесь, все хорошо. Вот так. Зоя пишет, о, был улик, а теперь бац, и баночка получилась. Ну, согласитесь, вообще это невероятное рождение. В принципе, да, и можно, конечно, уделить, но времени на самом деле просто не хватит, потому что рассказывать и указывать. Я заранее сегодня ее подготовил перед вебинаром. Да, целый день. Вот, показал принцип, что, ну, здесь уже понятно, здесь все так же делается, заново можете посмотреть. Вот, мы просто приходим именно к этому результату. К этому результату мы приходим. То есть, ну, ничего сложного абсолютно нет. Вот еще раз открою, чтобы можно было посмотреть. Оно у меня уже высохло спустя. Вот последний я к ней притрагивался в работе. У нас было часа четыре с половиной назад. Ну, она уже подсохла, то есть даже вот наш этот шарик будущий, деревянный, вот, уже все высохло. Поэтому, вот мы закрыли наш бочоночек, опять спрятали наш такой фокус-фокус, вот насечка, так, чтобы я, все эти щели у нас, они были от одной линии, от одной дощечки и так же стыковались, и все было спрятано. Александр пишет, деньги так можно дарить на дне рождения. Конечно, можно. Что мы дальше будем делать? Дальше, друзья, мы начинаем ее красить, то есть, тонировать. Обычно, всегда, первый, первый слой нашей тонировки, ну, он должен быть темный. Обязательно темный, чтобы, во-первых, видно наши, наши прокрашиваются, ну, места, где они уже прокрашены, темный цвет. Ну, тем более, в углублениях всегда, я всегда оставляю темный цвет, потому что, по большей части, я ее буду проходить сухой кистью сверху. И вот эта наша сухая кисть, она не будет затрагивать темные места углубления, только будем работать по поверхности. Просто больше красок, больше тона. А кто-то пишет, все входит и выходит. Замечательно выходит. Совершенно. Ботенок. Так, друзья, Дима немножко устал. Дим, ты мне чайку, что-нибудь, горячий чай тебе сделать? Нет, все нормально. Просто у Димы уже сел голос, все, он немножко приболел. У меня вчера только была 38,8 температура. Так, Олеся, Алена говорит, а боковины, крышки будут некрасиво виды при открывании? Нет, Ален, я думаю, что все будет закрашено, да? Да, боковины, крышки, ну вот внутри там, когда-то открываешь, зелененькие. таких. В смысле, если здесь, все это, я все это закрашу. Идея супер, мастер-класс шикарный, теперь я знаю, куда и как мне все свои баночки пустить. Анастасия, главное, что техника это на самом деле недорогая, да, Дима? Сколько вот там стоит сделать такую баночку, ну если на вас сколько там денег? Ну, вообще на самом деле номинальный объем материалов, к сожалению, можно найти и маленький номинал, но в основном продается вот такие большие. Ну, все равно это недорого. Допустим, даже если большие взять, ну, взять, на все про все уйдет тысяча рублей, это максимум. Шикарно. Тай пишет, Леля, пусть он тебе шепчет, а ты будешь говорить. Тай, на меня и так жалуются, что успокоить меня не могут. Я тут еще буду рассказывать. Так. Я взял коричневую краску сейчас, темный, черный цвет и рядом коричневый развел, то есть, я туда сюда вмокаю, чтобы у меня где будет темный, черный, где коричневый, но в любом случае я этот цвет буду перекрывать. Для нас сейчас самое главное это перекрыть весь бочонок. Дима, тебе тут рекомендуют корень солодки. Корень солодки нужно попить. У тебя есть корень солодки? Нет, у меня нет. Надо срочно, мы завтра всей студии будем искать корень солодки. А мне очень понравилось комментарий, спасибо огромное, Наталья Степанова прислала. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В Леле все уравновешено и гармонично. Талант может себе позволить быть ярче всех остальных. Наталья, невероятно приятно, спасибо вам огромное за такой комментарий. Девочка выздоравливай. Спасибо. Спасибо большое. А так, сколько хранится готовая масса, Ирина спрашивает. Разведенная масса хранится, я ее дешево, пакетов, пакетов, минимум два часа. Это идеальное соотношение материалов. Я эти материалы рекомендую, кому очень интересно, какими материалами кто уже приобрел МК. Я пишите мне, я расскажу, какие именно я пользуюсь и расскажу, какими желательно пользоваться. В основном, ну, есть материалы такие, что можно работать и 24 часа. То есть, материал может жить 24 часа. Но при этом минус его, он сохнет до трое суток. Но нужно и работать, конечно, долго, да. Также эти материалы все указаны в дополнении. Скажи, пожалуйста, Дим, почему высохший бочонок не более желтый, чем вот невысохшая масса? Ну, здесь все зависит от компонентов, пока компоненты еще живые, они все застывают, ну, и цвет получается просто желтеет. То есть, от компонентов, вот, девочки написали, Людмила написала, зависит от клея. Так, Тая, спасибо, я прошла от твоих комментариев. Раевская, другая, быть не может. Добрый вечер, наконец-то добралась, добрый вечер, Любовь. Добрый вечер. Да, я сейчас немного, Дим, почитаю час, чтобы у тебя голосок немножко отдохнул. Ты пока красишь, я думаю, ты можешь помолчать чуть-чуть, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Зоя пишет, я принесу корень салотки. Дима, завтра у тебя будет корень салотки. Я обязательно куплю на корень салотки. Да, Дима, на корень салотки. Да, как я приготовил, я же не знаю. Мы тебе, Дима, приготовим. Хорошо. И у нас нет в студии плиты, но мы разведем костер, Димочка, на улице. Прямо посередине студии. Нет, давай прям в студии, на улице. У нас очень плохая погода. Я работал на улице, у нас сейчас все дожди. Так что разводим посередине студии большой костер. готовим ставим чан и готовим там корень салотки. Точно. Главное не сжечь. Да, Так, здравствуйте. Я приобрела три мастер-класса, посмотрела все вебинары. Каждый раз перед выступлением Дмитрия думаю, что еще можно показать. Ну, колбаски, мушарики, цветочки, листочки, лоза. Теперь бочонок. А ведь каждый раз спикер показывает много нюансов. Как изогнуть при приклеивании листочек, лепесточек и веточку. Сегодня досочки у бочонка. Волшебно, Дмитрий, вы большой молодец. Спасибо, удачи и творческого дне покоя. Спасибо вам большое. Очень, очень приятно читать такие комментарии. Ну, мне очень хочется, чтобы у всех получилось обязательно это. Я сам, друзья, я сам очень переживаю, когда мне пишут, что у кого-то что-то не получилось. Для меня очень важно, чтобы у вас получилось и очень важно, чтобы была обратная связь, вы мне писали, что не получается. Я хочу помочь, я хочу подсказать, что у кого-то что-то не получилось. напишите мне, я расскажу. Не замалчивайте, не молчите, Дима, все. Материалы в разных абсолютно разные, производитель, поставщики абсолютно разные, поэтому пишите мне, мы сообща сделаем все. Спасибо. Ольга пишет, Леля, вы солодку для Дмитрия пережуйте и голос у Дмитрия за взаимись. Дима, тебя давно кормили жеваной пищей? Как птенца. Как птенца. На своей памяти я такого не помню. Ну как, подожди, ты был маленький, маленький, знаешь, раньше такой было, хлеб дети обживали, еще бабушка, бабушка, прабабушка моя рассказывала. Так, Лавиолета спрашивает снова вопрос по тому, насколько тяжелый будет бочонок. Бочонок, сам по себе баночка, друзья, я уже не помню, сколько грамм она висела, пустая, 300 граммовая. Да. Сколько она граммов? Ну, 300 граммов. Ну, нет, 300 граммов с огурцами, без огурцов она, ну, грамм 100, наверное. Там масса нет, 200 граммов огурцов. Ну, плюс массы она прибавилась, ну, грамм на... Ну, 100 граммов. На 100, на 200 граммов плюс прибавилась. То есть, она не очень тяжелая. Но при высыхании, при высыхании масса становится легче, потому что... Ну, можно так сказать, да, компоненты чуть-чуть, они там испаряются, которые должны испаряться. Получается, масса становится еще легче. Ну, допустим, на той примере корзинку, которую я показывал, я вам еще покажу. Она была изначально тяжеловатая. Я помню, что она когда высыхала, была тяжеловатая. Но сейчас она стала намного легче, чуть ли не в два раза. Ну, в полтора раза точно она чуть легче стала. Ну, испаряется, да, конечно, по-любому он там испаряется, мы очень... Влага, все равно клей, клей-то он же на воде, он все равно там влага есть, правильно? Да, да. Вот. Супер мастер-класс брак мастера, как всегда, великолепно. Бочонок класс. Девочки, это еще не конец, это еще только начало. Сейчас вы увидите, как будет рождаться великолепная фактура, которую Дима сделал, да, на баночке. Она очень красивая. Фактуру я пререзал скальпелечком. Я брал скальпель, вот когда он... И лезовым инструментом, лезовой, острой частью. Пока она мягкая, оп, это я держал ее третьей, третьей вспомогательной частью. Это рот. Вот. Ну так как художники любят одну, одна часть держать руками, другая, другая рука занята, я держал кисточку. И при этом еще рассказывал. И еще при этом рассказывал. Ну, для него не столь важно, мы все так делаем. Я думаю, многие так делают. Вот. Я прорезал пока на мягкое, делал насечки, так чтобы какая-то часть у нас деревяшки были, где-то потресканы, где-то чуть-чуть углубления. То есть, чуть-чуть... А, даже вот на таких местах, когда мы остаемся, можно сделать вот такие вот штучки, как бы дерево такое потрескавшееся, то есть, надрезы. Там сделать такие надрезы, здесь, здесь по надрезам, здесь тоже. Так и покажу. Вот здесь такие надрезы сделать, здесь надрезы такие, чтобы они... Расколы. Расщельные, да. Расколы. Там чуть-чуть углубления так, чуть нажать, там поглубже сделать. Здесь там чуть поглубже. Ну, то есть, можно поработать, сделать фактуру наших досточек, наших досточек. очень интересно, так что здесь уже фантазия. Мне нравится твои мастер-классы, Дима, своей серьезностью. Вот если что-то делаешь, то это обязательно что-то такое, знаешь, масштабное, глубокое и такое серьезное. Такое вот, ну как, ну, знаете, серьезная вещь будет не серьезная вещь. Вот у тебя все время какие-то они такие серьезные, но я лев по гороскопу, мне вот очень нравится такая вот масштабная, чтоб песня была добротная, как у меня дедушка говорит, такая добротная вещь. У тебя все время какие-то такие добротные вещи, не просто там, знаешь, там нет. Я вчера когда лежал с температурой, я что-то думал о меде. Для меня все-таки этот бочоночек, ну, просто сказка такая. Супер, да. Хотелось просто увидеть напротив себя бочоночек меда, которые просто подали такое мультяшное детское настроение, в котором просто захочется плясать, поскорее не было. Что-нибудь там завтра пережевывать, кормить. Солодку. Я завтра сразу в бездорожных моментах. Так, Галина спрашивает, как найти Диму. Да, вот вам отправляют и помогают. Спасибо огромное, Леночка. Так, спасибо, Дмитрий. Дмитрий, спасибо, что вы есть, Андрей пишет. И придумали эту магическую супер-массу. Ну, придумал это громко сказано. На самом деле эту массу я подсмотрел в Москве еще в 2006 году, когда работал на объекте. Получилось так, что мастер, который работал в этой технике, ну, он сам с Баку был, бакинец. Но к нему, когда приезжал друг итальянец, он подсказал. Это масса еще как бы под вопросом, откуда она... Возможно, как мы сказали, из Италии, придумали в Италии, да, именно такую технику. Но там, видимо, другие были компоненты, я сам не видел, из чего мешали. Но я видел пластику, технику. Что получилось? Технику, да. В итоге, когда работал мастер, получилось, что он не рассказывал в своих секретах. Мне было интересно до безумия, как это что. И, в общем, я подыскивал, потому что материалов было не очень много в том помещении, где происходило такое... Таинство, да? Таинство этой лепки, да. Вот он подходит, переберем, как торчит. Надо как-то ее... Да, переберем, да. И методом подбора, то есть я подбирал один материал, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым, с шестым. И что-то, вот, не то, не что-то, а получилось в точности то, что я хотел. Я потом общался с этим мастером, который... Может, убрать ее? Давай, мешает. Ну, нет, она не мешает, пускай она стоит, потому что, может, будут вопросы. Друзья, вы задавайте вопросы. А тут уже ребята сами общаются, между собой, спрашивают, акриловая краска. Да, это акриловая краска. Она, опять-таки, она водостойкая. При окрашивании вот этого бочонка, потом можно вскрыть просто лаком. И можно использовать, мыть абсолютно эту посуду, ничего не будет. Она к массе краска очень прочно ложится. А, то есть даже от этого зависит, на чем краска лежит? Да, да. О, как, нарежала. Она на этой массе, она именно, эта краска, краска на этой массе, она ложится так же мертво. Вот, допустим, к стеклу эта масса приклеивается. То есть клей к ним. Самые лучшие друзья, можем, так сказать. Так, когда встречаемся в следующий раз, Елена спрашивает. Яночка, Яна, вы прям сегодня прям такие помощницы. И Еленочка, и Яночка, и еще одна Леночка. И вообще, вы все так помогаете. Спасибо вам огромное. Яна пишет, что расписание на странице группы Серебряный Лебед. Спасибо огромное. Яна. А воском можно покрыть, Яна спрашивает? Можно и воском покрыть. Вот, кстати, те щели, которые я здесь оставлял специально, вот видите, там чуть-чуть не доводил до глубины. Я специально оставлял, потому что когда я сейчас покрыл темной краской, даже в углублении, видно, что она прям такая бочка, вот такая раздутая. Такая сказочная, раздутая. И поэтому вот это углубление темным цветом, они так и получаются. Вкусная такая получилась. Обалдеть. Вкусно, вкусно. Итак, надо ее закрыть, потому что, потому что, здесь у меня вот секрет, секрет. А, вот, ты же, ты же, у меня осталось секрет. Забыл, забыл, где секрет. Да не забыл я этот секрет. Ну, вы понимаете, да, что Дима сейчас очень спешит, потому что 9 часов, поэтому мы ничего не слушаем. Сейчас принеси, Димочка, этот, фен. Нужен? Да, можно, можно. Давай, мы чуть-чуть подсушим, а то фен очень. А то ты весь уже в массе. Нет, когда я весь в массе, это хорошо. Мне нравится работать с массой, очень нравится. Но часто приходится, я часто работаю с круглой скульптурой, это цемент, бетон, гипс. Тебе не привыкать, да? Брамор, стеклопластик и другие глина, пластилин, другие материалы. Но, что нравится, потому что с лепкой можно сдадиться того, что не сделать из глины, из пластилина никогда. Да. И отформовать тоже невозможно никогда. Друзья, мы посушим буквально 2 минутки. Дима отмоет руки, а мы посушим нашу массу. Я выключу звук. Спасибо. 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 Вернулись. Мы вернулись. Что мы делаем теперь? Так как оно у нас подсушилось, подсохло. Сейчас мы берем сухую кистью. Нам важно, чтобы кисть была сухая. Потому что, когда я делаю сухая. Потому что, когда я делаю насечку на наших дощечках, так, чтобы сухая кисть, вернее, если мы делаем жидкую, то есть прокрашиваем краской жидкой, она забьется. Все наши. Поэтому берем жесткую кисточку, щетину и охрой. Можно еще добавить разные цвета. Это уже можно там на усмотрение. Я ее чуть-чуть подсушиваю. И с сухой кистью начинаю протирочку. Чуть-чуть побольше даже кисточку. Даже вот такая кисточка. Я ее протираю, чтобы она не сильно была у нас в краске. И в протирочку ее слегка. Да не было. У нас есть какие-то вопросы? Так, Дима. Читаю. Ну, тут про дополнение все спрашивают. Я думаю, организаторы нам помогут. А можно было без поперечных внутренних полосок? Только вертикальные. Или объема не будет? Марина спрашивает Кузнецова. Можно и без поперечных. Можно просто вертикальные. Ну, а как объем будет, чтобы она вот такая круглая была? Ну, чтобы был бочоночек круглый. Тогда нужно рассчитывать так, чтобы основание здесь было тонкое, здесь потом толстое и тоньше. Нет, но если у вас форма баночки определенная своя такая, чуть-чуть набутая, то можете и без такой формулы обычной. Ну, я просто, чтобы у меня была форма, я изначально сделал так, чтобы у меня такая чуть-чуть взбутая была баночка. Так, девочки, про дополнения это организаторы вам помогут. Значит, что касается дополнений, ну, я могу сказать, что каждый мастер, то есть, ну, Дима, например, когда мы снимали мастер-класс, блин, какая она желтая на экране, обалдеть, она в жизни не такая желтая. Ну, да. Мы когда снимали мастер-класс, то есть, Дима, как мастер, он дал достаточно материала, чтобы все получилось. Когда пошла обратная связь по вашим уже вопросам, по вашим предпочтениям, по вашим желаниям, мы сняли дополнение. Это было просто построено. Каждый мастер-класс, он исследуется. Дополнение строится на обратной связи от людей, которые приобретают эти мастер-классы. Мы поняли, что где-то… Да, столкнулись с тем, что не везде были определенные материалы, которые именно я. Да, да, поэтому сняли дополнение просто для того, чтобы помочь вам найти нужные материалы. То есть в моих дополнениях там про материалы, девочки. Так. Девочки, спасибо всем, кто отвергнулся. Так. Так, так, так. Ну, здесь вот сейчас про дополнение, про дополнение, про то, что хотят тебя найти. Посмотрел все ваши работы. Восторг, Ольга пишет. Так. Лидия, я думаю, что вам помогут организаторы. Организаторы, просьба, пожалуйста, обратите внимание на Лидию Корабельникову. Она ждет дополнение. Пожалуйста, пожалуйста, сбросьте. Или, Лидия, напишите мне в личку. Мы сбросим вам сами эти дополнения. Да, это же возможно, нет? Конечно. Ну, это возможно. Лидия, напишите мне, если уж так у вас не получается, напишите мне в личку. Вот. И вот Женя уже вам ответил. Итак, желтая, это тоже акрил, краска желтая? Ну, на самом деле у нас здесь охра. Я не знаю, почему на камере так, но у нас здесь немножко другой цвет. Это охра. Это все акриловая, абсолютно акриловая краска. Так, это все акриловая краска. Можно и распечатку на массу приклеить с изображением досочек. Да, это тоже возможно. Можно на кольцах сымитировать гвозди. Татьяна, вообще можно все. То, что делает Дима, это можно все. Можно сделать, да, абсолютно такие маленькие гвоздички, можно сделать, если вы обожаете ювелирную работу. Если вы не можете жить без ювелирной работы, можно столько сделать мелочей, абсолютно разных, которые просто-напросто доставят вам огромное удовольствие. Обратите внимание, как Дима красит. Сейчас я поближе постараюсь поднести камеру, чтобы вы увидели, как он красит. То есть, так, сейчас секунду, куда мне ее повернуть. Вот так, вот там Димочка все сидит. Ага. Смотрите, здесь такой цвет, там такой цвет, там вот такой. То есть, все время, ну, мы почему-то думали, что, ну, скульптор красить точно не умеет. А Дима может все, и красить, и скульптуры делать, и потолки, и стены, и такие вещи, вы зайдете туда на его страницу, вы, конечно, это невероятно. Невероятно. По большей части те, допустим, глебка, которую я делаю, вот там 50 на 50 процентов, что окрашиваем мы сами. То есть, все, если мы делаем, мы сами все окрашиваем, всю нашу глебку. Ну, приходится и краситься, хотя, в основном, моя основная специальность – это скульптура, но окрашиваем мы зачастую сами. Так, классно получается такая фактура дерева, старого, старого дерева появляется. Очень мультяшный бочонок, просто невероятный. Какая сказочка. Сказочка, да, да, да. Очень круто. Так. Ну, кстати, все вот эти, которые трещины, ну, прорези, которые я скальпелью носил, то есть, темная красочка там остается. Можно еще, да, добавить. Давайте чуть-чуть, я камеру… А, или поднеси его к камере, я камеру, к сожалению, ближе не могу… О, вот, да. Вот так видно, смотрите, вот они, прорези появились, да? Да, 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 вот эти вот прорези, да. Они в углублениях можно сделать еще чуть-чуть, чуть-чуть поглубже, так, чтобы наш цвет туда не проникал, не забивал. Я делаю это очень-очень простыми такими поглаживаниями, то есть, кисточкой, просто как будто пылинки сдувают. Да, да, да. Полусухой, как бы, кисточкой, да? Абсолютно сухой, ну, да, такой полусухой, сухой кистью. Цвет красочки у нас сейчас, Дима смешал белую, плохую, да. Я беру чуть-чуть, делает раз, можно. И отбиваю, да, и понесла эту шаурой. Очень круто делаю. Классный бочонок, Зоя пишет. Ой, какой чудесный бочонок, опоздала, только что зашла. Татьяна, мотайте в начало, работа невероятно крутая. Вкусный бочонок, получается, Светлана пишет. Да, бочонок прям, прям действительно очень-очень вкусный получился. Вот он, сейчас мы откроем, наполним медом. Да, да. Кайф. Ой, уже прям имитация классная получается, Ира Дишин. Так, медик, саму эту надпись я хочу сделать такую позолоченную. И что у нас позолоченная, наверное, была. Ух ты! Вкусно, замечательная идея с бочонком, спасибо мастеру, красотища Светлана пишет. Спасибо, Светлана. Так непринужденно на глазах нуждается чудесный экспонат, Лариса пишет. Также потом золотой наш облач, тоже обруч, золотой красный. Татьяна пишет, метушки, метушки, мотать не буду, досмотрю до конца, а потом перейду на начало. К сожалению, камера наша не очень, да, сейчас такой цвет? Камера не передает цвет золота, но мы сейчас, когда поставим на место камеру после того, как ты окрасишь, я думаю, что мы покажем это. А цвет золотой получается, знаете, как эти металлические обручи, ну вот на самом деле. А как же он откроется? Не залепили ли крышечку? Леночка, ничего не залепили, все откроется, сейчас покажем. Да, ну все, мы уже проверяли. Мы уже проверяли, да, все открывается. Все открывается. Камера не передает той красоты, друзья, которая рождается с помощью золота. Я ставлю на место нашу камеру. Мы обязательно сфотографируем, почему значит? Да, да. Я сейчас попробую как-то подвигать эти такие штучки на камере у нас есть, чтобы вы увидели. Настроечки. Настроечки, да. Так, настроечки, сейчас посмотрим. Вот так потемнее, если я сделаю, то там вот золото уже получше видно. Вот оно, да, золото появляется. Как все меняется, казалось бы, одна кисть в движении, потрясный результат. Фантастика. Донышко у нас недосохла краска, в общем-то. Донышко, да. Донышко, да. Она у нас... Потрепалась. Бумажа приклеивается к нашему донышку. Какая красотень получается, Татьяна пишет. На глазах превращение, преображение бочонка. Здорово. Так, ручку на крышке золотую тоже можно, да, сделать? Александр советует. Можно сделать, да. О, видно золото, пишет, да. Появилось золото у нас на камере. Так, вот и Вима поярче стал. Так, сейчас белым забеляем чуть-чуть, да? Да, подбеляем. Чтобы золото, да, поярче было видно. Ой, какой бочонок, какой бочонок, друзья мои. Как же это вкусно, как же хочется схватить первую попавшуюся банку огурцов. Или варенье, или там, я не знаю, каких-нибудь помидоров. И чего-нибудь как наделать сейчас такое красивое, крутое. Для нашего башкирского меда в самый раз Елена пишет. Бочонок бесподобный. Знаю, что с пустыми бочонками теперь делать. Да, Наталья, это не просто бочонок, это пустая банка стеклянная. Это стеклянная 300-граммовая баночка. Да. Нина спрашивает, а где можно посмотреть работу Димы? Я это вижу впервые, красиво. Нина, вы, по сути, если видите только бочонок, то вы еще ничего не видели. Дима скульптор с многолетним стажем, 13 лет он занимается скульптурой. Он делал, раньше занимался и сейчас занимается очень крупными объектами, скульптурами, потолками, интерьерами. Садово-парковые. Садово-парковые. Садово-парковые, да. В основном сейчас делаем. Что он только не делал, друзья мои. Посмотреть его работы можно на страничке Димы. Димочка. Я думаю, там будут ссылки, да, где, чтобы выйти? Ну, я думаю, девчонки помогут. Кто в чате, бросьте, пожалуйста, ссылочки. Помогите найти. Да, помогите. И помогите найти, кто хочет обязательно задать вопрос насчет разобраться массы. Это тоже очень важно. Да, Дима очень переживает по поводу того, что у вас не получается. Для меня очень важно, чтобы у каждого получилось. Поэтому пишите, я абсолютно всем помогаю. И у всех все получается. В общем, не замалчивайте, не замалчивайте. Не стесняйтесь, я не кусаюсь. Бочонок супер браво мастеру, Екатерина. Бочонок не хрупкий получится. Не разобьется, Екатерина, ну тут надо еще постараться. Вот теперь он точно не разобьется, так как у нас там стекло внутри. Мы можем его подсушить и через полгодика просто уронить случайно. Да. Он у нас не разобьется. Да. Третья краска золота, да, Галина. Да, чуть-чуть подзолачиваем. Дима, как это красиво. Так, насчет крышки проверяем, что мы ее... Открывается, да. Ну там нужно будет помыть все, конечно. Да, мы ее тоже чуть-чуть подкрашиваем. Красочка еще сыроватая, да, поэтому... Так. Так. Вот. Класс. Все. Обалдеть, Дима. Как же приятно и полезно с вами общаться и учиться у вас. Марина пишет. Бочонок прелесть. Дима молодец. Порадовал. Казалось бы, с чего мы начинали, друзья мои? Вот оно, да? Мы начинали. Вот. Я бы не успел, конечно, вам все показать. Да. Вот, пожалуйста, с чего мы начинали. Вот. Это просто я показал поэтапно, какие части и что делается. Тут ничего сложного. Да. Кто не успел, посмотрите заново. Я все рассказываю, вот здесь наши прорези для того, чтобы у нас сходило. Вот. Баночка. Она прорезана. Видите, что немножко не попадает чуть назад. Раз. Вот. У нас все вставало. Все объясняю, показываю. В итоге мы смотрим, что должно получиться у каждого. Угу. Все на самом деле все очень просто. Один элемент. Медом развернуть народу. Да, друзья, это мед. Скажите, пожалуйста, а вашу массу можно приклеить на любую поверхность? Абсолютно на любую поверхность можно приклеить. Я даже показывал в прямом эфире эксперименты, когда я беру массу. Она уже, допустим, у меня отдельный кусочек листья вылепленный. Я беру дощечку, доска деревянная. Беру ее также на массу, тут же ее приклеиваю и ставлю. Переворачиваю, делаю отрицательный угол и она у меня висит. То есть, так как у меня большой опыт работы, я работаю сразу по месту на потолках. Я работаю, я не работаю, у меня большая часть, я всегда на потолках. Если масса, потому что она живая, она лепится по месту. Я на потолках леплю. Поэтому сразу она приклеивается и очень большие детали, там детали и по несколько, почти по килограмм деталь. И я ее приклеиваю, она у меня висит на потолке. То есть, спокойная. Я знаю, ну мало кто из вас, наверное, будет по килограмму вешать. Ну да. Это отдельно, если кому будет интересно, я расскажу, как это сделать. Но по 500 грамм даже беру весомую вещь и на потолок приклеиваю. Держится все моментально. Представьте себе, если бы Дима работал на потолке и нужно было бы каждую деталь держать полчаса. Просто я работал с заказчиком, где потолки 6 метров высота. И там необходимость просто большие детали. Поэтому такие большие детали приклеиваются, держатся вот через потолку. Татьяна пишет, дайте, пожалуйста, мне большую ложку. Я иду к вам лопать мед. Татьяна, мы вас ждем. У нас здесь были огурцы. Здесь я не прокрасил, здесь понятно, что мы тоже тонируем. Лучше всего сделать золотой, такой светлый, чтобы здесь оно было посимпатичнее. Мы все светлые, красочка здесь, чтобы не сильно темно было. Высветляем, тогда у нас более интересно будет. И золотой лучше всего это сделать, там золотой, светлый. Почему? Ну, представим, мы набираем мед, он здесь растет, все у нас здесь золотая, здесь мед рассекся, поэтому мы больше на золото похожи. Поэтому мы делаем либо желтый, либо золотистый. Но здесь так, как наша краска еще сыроватая, поэтому... Димочка, тебя благодарят. Классно, классно. Все получается. Завтра же начну ваять такую красоту. Огромное спасибо за такой чудесный мастер-класс. И идею Наталья пишет, Валентина пишет, а нам с садово-парковые мастер-классы когда-нибудь достанутся. Очень хочется. Очень благодарна за чудесную, за чудную массу. Уже делала оформление бутылки на юбилей для родственников. Все были в полном восхищении. Милена пишет, я не сомневалась, что получится у Димы ручки золотые. И вообще сегодня столько позитива. Вот только Диме не болит. Диме, да, выздоравливает нас. Спасибо большое. Кто нас будет радовать? Интересные мастер-классы. Да и Лёля живчик-позитивчик. Тандем супер. Спасибо за МК. Спасибо, друзья. Спасибо огромное, Милена. Нам важна обратная связь по нашим тандемам. Как нам лучше выходить? С кем лучше выходить мастера? Со мной, с Наташей, с Леной. У нас много. Мы в тельняшках. И нам нужно сейчас определиться с тандемами. Такой доступный всем известный материал, Марина пишет. А столько интересностей может сделать талантливый человек. Друзья мои, вы можете сделать то же самое с этой массой. Просто талантливый человек. Потому что мне присылают работы, которые делают впервые абсолютно. И дети, и взрослые, и бабушки, и тети, и дяди. Все абсолютно. И первые работы они всегда прекрасные. Почему? Потому что мне пишут с восхищением, что моя первая работа, посмотрите, оцените. Она настолько просто прекрасная работа. Я знаю, что моя первая работа даже не так получалась. Хотя я был скульптор. Потому что мне пришлось самому, так как я скульптор, придумывать, понимать, как это сделать, тоненькие листики. То есть я переучивался. Но благодаря то, что я просто как педагог по образованию Южный федеральный университет окончил педагогический, ну я педагог из образительного искусства. Так как я не работаю сейчас педагогом, но мне очень приятно, я буду обязательно в будущем работать, деткам преподавать. Вот. Ну ты преподавал, да? У меня практика, конечно, я бы хоть бы практику преподавал, но так как у нас такая жизнь, что… Дима расстраивается, очень огорчается, когда детки вырастают, а он к ним привыкает, он очень… Да, ну очень было это на практике, потому что когда привыкаешь к деткам, детки одни выходят, другие приходят. Да. Просто да, уже такая сентиментальность. Да. Дима, ему очень, да. Ну, ничего, в будущем я буду работать за педагогом. А почему? Мне очень приятно, что вы делаете работы и у вас… Присылаете. Присылаете и у вас все получается, это очень здорово. Это для педагога это очень большая награда. То есть одна из той пищи, чем живут педагоги. Да, да. Мастера, которые дают вам массивный класс. Что еще нужно? Да, учителям? Это очень, это всегда очень прекрасно, очень здорово. Да. Так, друзья, ну вот мы сейчас подсыхаем. Давай мы уберем грязнотей и оставим чистотей. Так, это да, ага. Вот так. У нас даже остался поток массы, но даже не подтвердить, мы отдадим ребенка, он будет любить. Да, ребенок будет любить с удовольствием. Так, Лёль. Да. Друзья мои, и те, кто не видел, я хочу, кто только что присоединился, я обязательно вам еще раз покажу. Да, давай. О чем я раньше мечтал, что раньше сделать не мог, потому что я не ковщик, для меня это очень было сложно сделать. У меня была идея сделать сквозную вазу, я даже не занимался резьбой по дереву, потому что это отдельная работа, там тоже нужно свои минусы, нюансы понимать, и на это надо учиться. Вот. Ну, а так как я столкнулся с массой, появилось очень много возможностей сделать, допустим, такую работу. Это просто сделано чисто из массы, она не армирована ничем, там нет проволочки внутри. Просто сделано, ну, на самом деле это очень простая в работе, ее абсолютно каждый сделает. Это работа, то есть, ну, работа моей мечты. Я раньше тогда сделала такую вазу под цветы. То есть, я дома ее поставлю, ну, у меня искусственный, я часто разъезжаю вот по объектам, но хочется прийти домой и видеть, что вот такую кованую у себя вазочку с цветами, ну, либо фрукты, когда гости придут, положить сюда фрукты и подать ее. В общем, применение, даже можно и праздник, и кашпо можно сделать. То есть, ее сделать не люстру, а плафончик. Ну, лампу, да, да. Да, только здесь приспособление. Абажор. Чтобы потом прикрутить и вставить. То есть, сделать, даже подвесить у себя на даче, сделать на улице, она высохнет, там в дождике ничего страшного, ничего с ней не будет. В общем. Вера спрашивает, а в каком мастер-классе есть рецепт этой массы? Да, очень важно. Здесь я рецепт массы не рассказывал, у меня было заведено, я сразу приступил к работе. Что важного мы открываем в этом мастер-классе? Еще раз повторяем, как делать такие вензеля. Абсолютно. Потому что эти вензеля – это одна из самых основ лепки. Потому что на таких вензелях строится весь принцип вообще лепки. У нас здесь зеркало, я тоже… Там тоже самое есть вензеля. Просто благодаря вот таким вензелям, то есть, это можно даже сказать закрепление. Основание, вообще основа этой лепки – это идет в вензелях. Вот именно такие. Не важно, такой формы, не такой, но именно такие вот вензелях. Друзья, я могу сказать, что в этом мастер-классе… Посмотрите, вот на бочонку, который мы сегодня сделали, да, это работа на основе. И то, сколько, какое количество нюансов. Если бы он делал Дима до конца этот бочонок, там бы еще бы столько уже нюансов вылезло. Здесь работа без основы, друзья мои. Вы не представляете, как это сложно сделать. И сколько там всяких нюансов. Ну, вот это вот, как… Очень сложно. Сколько нюансов, сколько нюансов. Очень много всяких разных таких тонкостей. Ну, вот эти мелочи… Да, да, вот эти, да. Ну, подожди, без мелочей как сделать работу? Ну, я ее всегда представляю для себя. Ну, как? Ты мастер, ты представляешь для себя. Я, например, сейчас возьму вот эту вот, я извиняюсь, вензелечек, я его буду полгода делать без тебя. Песня, пока ты мне не покажешь, как я делаю. Нет, ты зимой не сделаешь. Вот, тем более. Понимаешь? То есть, без вот этих вот нюансов… Я так хочу знать, значит, ты не сделай, не без меня. Ты тринадцать лет ведешь? Ну, это никак не связано с лепкой, это с лепкой. Тринадцать лет. Просто, когда я узнал о масти, у меня появилась возможность ее сделать и вам показать. Да. Это все делается, ну, все просто. Ну, все просто, когда ты знаешь, как это сделать, понимаешь? А так вот, когда ты не знаешь, как это сделать, я извиняюсь, сделать воздушную работу… Здесь несколько уровней, то есть, вот эта часть – это отдельный уровень, эти все части – это отдельный уровень. Ее может даже усложнить. Благодаря просто вот этому мастер-классу вы можете добавить сюда все, что угодно. У кого есть уже мои мастер-классы, те, кто знаком, как и делаются листики дополнительные, уже без проблем, вы можете исполнить ее листьями и цветами, и розочками. Сюда тоже самое. Приклеивайте, я показываю, тоже делается отдельный цветочек и на массу просто-напросто, если вам не нравится, вы просто приклеиваете сюда, сюда, сюда. Не важно, вам нравится. Вы уже просто используете, комбинируете мои мастер-классы, комбинируете в отдельных. То есть, это обязательно вам, ну, кому дальше интересно развиваться, то есть, для развития это очень полезно. Да. Это одна из основ мастер-классов. Отлично. Теперь давай… Еще раз, да, я скажу, что здесь нет рецепта мастер-класса. Да, да. Рецепт есть. У нас основной – это секреты древней цивилизации, это тарелочка. Тарелочка наша, да. Здесь рецепт, здесь простой мастер-класс. Он абсолютно доступен по выполнению абсолютно каждому. От 4+, от 3+. А 3-х лет, да. Моторику, моторику надо назвать, потому что это масса, главное ее не съесть. Вот. Это да. Здесь, в этом мастер-классе дополнение. У кого нет до сих пор дополнения, пройдите по ссылочке, где вы приобрели мастер-класс. Там уже… Мы давно уже залили. Там есть это дополнение, оно там лежит. Посмотрите его обязательно. И кому… Плюс еще будет непонятно, что… У кого еще появятся вопросы, найдите меня, напишите мне ВКонтакте. Я вам завтра… Сегодня я не смогу ответить. Я уже очень устал. А завтра я обязательно отвечу. У меня завтра полностью субборный день. Буду лечиться дома. Меня завтра накормят какой-то гадостью. У вас за кадром что-то скрипит, как бы чего не случилось. Это не за кадром, Мариночка, это у нас стульчик скрипит. Друзья, я вам могу сказать так, ну вот, по поводу мастер-класса, Дим, подожди секундочку, по поводу вот этого мастер-класса. Для того, чтобы, ну, добиться, да, желаемого результата, я имею в виду той массы, из которой можно будет делать вот такие шедевральные вещи. Ну, поверьте мне, написать, написать ВКонтакте сообщение – это меньшее, что вы можете сделать. Люди для того, чтобы, ну, вот такое вот получить, да, вот этот результат, скажем так, ну, годами учатся. Поэтому напишите, если у вас не получается, да. У нас очень прошло, она, ну, сколько она у нас лежит уже, вот за кончики, краешка, розочки я вот лежусь, вот, можно даже, вот за эти тоненькие вещи, она очень крепкая. Кому было интересно вот эти края, вот я их подвернул, они очень прочные, и от них можно порезаться, так, чтобы у тебя с хорошей. Да, действительно, порезаться можно, да. Так, ну и давай зеркальце, да, наши покажи? Да, и рецепт вот находится в зеркале. Это другой мастер-класс, здесь я просто показываю больше деталей и больше возможностей. насчет вензелей, допустим, вот как, Лёня, можно чуть по... Да, давай чуть по вашему шагу. Вот, почему основа вензеля? Потому что именно на таких, вот как наши вот эти элементы, от них все идет, от них идет вся композиция, все наши основные предметы, потому что на них строятся все остальные последующие элементы. О, как! Здесь есть рецепт массы, также, если вы не хотите розочку, но здесь также... про секреты древней цивилизации я просто чуть более раскрыто рассказываю, и там есть дополнение, кстати. Здесь нет дополнения, но здесь все равно рассказываю, как завершать, здесь у нас и материалы есть, то есть все равно в любом случае вы узнаете. Ну, в основном здесь, ну, знаете, больше не дали элементы, как они делаются, какие элементы, как сделать, допустим, такие высоты воздушные. Класс вообще! Поднутрение вот отдельное, видите, они высоко, и просто когда мне писали, как у вас так движется, у меня падает постоянно. Да, да, да. Ну, здесь я показываю, раскрываю секреты, как это сделать, чтобы оно все не упало. Отлично! И это зеркало, оно ничем не обрабатывалось сразу, так же, как и тарелочкой, я лепил на стекле, и она просто намертво держится. И окрашиваем на стекле, да? Да. Масло останется, стекло разобьется. То есть, в основном, у меня практика была такая, когда... Что стекло может разбиться, да, а масло останется целое. Да, масло останется целое, и стекло разбивается. Пусть она в ванной комнате находится, и там постоянно вода, парк, да, здесь она покрыта акриловой краской, то есть, она водостойкая, а с маслой она еще больше дружит, поэтому у воды не боится. Потрясающе! Дима, сколько стоит такое зеркало, если вот на заказ делать? Если на заказ делать, такое зеркало стоит от 15 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, друзья, кто планирует делать дорогие подарки родственникам, близким людям или продавать? Меня уже спрашивали, потому что мне присылали работу, и друзья знакомые приходят, спрашивают у меня цену. Да. Можете мне сказать, сколько примерно будет стоить эта работа? Вот я сделал, друзья подошли, спрашивали. Ну, я... То есть, набор тоже? Да, да, примерно, что сколько стоит. Я говорю, спасибо большое, просто мне люди хотят заказать, а я не знаю, сколько это называть. Да. Ну, такое зеркало стоит от 15 тысяч рублей. Это с материалами. Материалы здесь на... Самое зеркало, не помню, рублей 500, это я покупал в Le Roi Merlin. По-моему, даже 300 или 500 рублей. И на материалы у меня максимум ушло тысячу. Нет, меньше. У меня еще осталось. Это... Если считать по себестоимости, сколько, ну, рублей 200 можно на материал. Да. Так, а мыть можно? Татьяна спрашивает, можно ли мыть? Марина написала нам. Спасибо огромное, Мариночка. Написала, что с рецептом купила массающий феврале, только что прошла по ссылочке и скачала дополнение. Так что это возможно, друзья мои. Вот, пожалуйста, Марина прошла, скачала. То есть, дополнениями, я думаю, вопрос закрыт. В феврале будем мы первым. В феврале, да, первый раз мы выходили. Друзья, я могу сказать, что на это зеркало смотрят все, абсолютно все, нету равнодушных к таким работам. Абсолютно ни один человек не прошел мимо и не сказал, что это, ну, некрасиво или не нравится. Равнодушных к таким работам нет, друзья мои. Поэтому если вы планируете зарабатывать на таких вот, да, штуках, которые вы будете делать. А на таких штуках зарабатывают, я еще раз повторю, это очень сейчас набирает руководство. Да, да. Потому что до вебинаров, я первый вебинар дал, всего по всей России, если посчитать, человек 20 точно знали. Не больше 20, это я усоверенно скажу. Да. По всему миру, ну, если так посчитать, ну, может быть человек 40. Примерно. Теперь эта масса доступна вам, друзья мои, все зависит от того база, вашего товара. Самое главное еще не просто масса, потому что что-то такое подобное есть, но там они не прочные. Они не прочные и это как холодный фарфор, это тоже что-то такое интересное. Ну, больше всего это техника работы. Да. И техника работы и прочность. Масса, прочность с голосами. Да. Я могу с уверенностью сказать, потому что падая предметы, Ёля роняла мои предметы. Да. Ну, как роняла? Дима и бросал. Мы их испытывали. И они действительно не бились, друзья мои. Да. Ну, а не, был один раз, да, действительно, мы уронили предмет, он не разбился. Да. Да, она действительно очень-очень. Вот. Ну, самое главное, что я хочу с вами делиться, это возможности, возможности работы с этой массой. Принцип работы, что, как чему накладывать, как скрывать там какие-то определенные элементы. Вот. И, конечно же, я делюсь рецептом, который, к чему сейчас мы еще усовершенствовали, потому что добавились еще другие материалы, с которыми можно еще работать. Потому что я, понятно, не могу поехать, допустим, в Владивосток, Хабаровск. Чисто попробовать материалы. Для меня это очень сложно, как бы, потому что работать надо, а не материалы. Но все равно спасибо, кто мне помогает. Мне просто пишут, я нахожу материалы, что подобное может подойти. Берут эти материалы, смешивают, и когда говорят, все, Дима, подошло, идеально, я себе на бумажечку записал, что и этот материал там тоже подходит, и его можно использовать. Главное, пишите мне характеристики, я обязательно всем помогу. Отлично. Покажи еще раз ботенок, который у нас получился. Димочка, а ботенок вот такой сделать сколько стоит? Ну, ботенок такой сделать, ну, тысяч, наверное, пять будет стоить точно. Пять тысяч. Ну, сколько? Ну, за сегодня я его сделал. Ну, мы сегодня начинали, но много... Ну, начинали мы, насколько, в три часа ты начинал. А, я его начал два часа делать, и в пять часов я его закончил. Ну, просто от меня никто не отвлекал, я его лепил, лепил. В общем, это за два часа. Потому что этот ботенок не такой же тяжелый. Ребята, ну, он не тяжелый. Или он не тяжелый. Ну, полкилограмма, наверное, где-то весит. Может, даже меньше. Открывается. Вот. Все у нас резьбы, все нормально так же. И закрывается. Вот. У меня здесь тайничок, который... Тайничок есть, да. Наша трещинка. Нашел? Потерялась. Я не закрывалась. Потерялась. Все нормально. Закрывается. Вот. Я просто для себя сделал насечку. Вот. Я по этой трещинке ориентируюсь, что вот здесь она у меня закроется, и все наши совпадут. Щели так, как они и должны были быть. Я напишу дверь в студию. Друзья мои, спасибо вам огромное за вашу помощь. Друзья мои, спасибо вам огромное за ваше присутствие, за то, что вы терпели, посмотрели, с нами радовались, сочувствовали, улыбались. Я вам хочу пожелать огромного творчества. Самое главное – здоровья, не болейте. Меня сегодня вчера еще подкачало очень сильно. Так что вам мира, добра, любви и крепкого здоровья. К сожалению, я с вами прощаюсь, но, надеюсь, вскоре увижу и подготовлю вам интересные, замечательные работы, с которыми я открою вам больше возможностей работать с этой массой. Всего вам хорошего, любви, добра, здоровья и до скорой встречи. Друзья мои, ну и напоследок стихотворение от Александра. За мастер-класс благодарим Диму мы и Лелю. Спасибо вам за ваш талант и фантазии волю. Очень вкусный будет мед и бочонок славный. Мастер-класс хороший был и полезен вам. Спасибо, Александр. Спасибо вам, друзья мои.